Всех приветствую, мои родные, любимые и сердцевые, дорогие христолюбчики, братцы и сестры во Христе и все людям Земле. Всем желаю всего самого доброго, светлого, чистого, святого, доброго, радостного, мирного, кроткого, смиренного, всего-всего самого хорошего в сердца ваши, в дома ваши, в души ваши, в умы ваши, в тела здоровья, успехов в труде, работе, учебе, чтобы все у вас было хорошо. Сегодня я буду зачитывать сообщение в личку мне присланное Юленькой Семаковой. Юле я этот ролик сброшу отдельно. Хочу сразу предупредить, что если тебя будет смущать мои улыбки, мой смех, ты не обижайся, я хочу сделать все, чтобы ты освободилась и стала счастливой. Именно для этого я и записываю этот ролик. Я испытываю удовольствие от того, что я делаю людей счастливыми. А счастье невозможно без познания истины. А истина очень простая. Бог есть. Он вечность. Он абсолютное благо и любовь. И ты человек, как образ и подобие нашего Творца, свободен избрать, познать тебе эту истину, обрести счастье или нет. Юленька прислала мне сообщение в ВК. Я его сейчас буду зачитывать и сразу комментировать. У меня были разные мысли. Разбить, может быть, его на какие-то отдельные проповеди записать. Но все-таки я решил назвать ролик «Бог есть ли? Любовь ли? А как же вечные муки? Начертания? Биометрия?» И прочее, прочее, прочее. Проповедники, лжепроповедники. Я решил все-таки, пусть этот ролик, может быть, канет в лето, но он послужит для кого-то пользой и отрадой. Поэтому я буду считать его целиком. Сообщение достаточно большое. Но я считаю, вы знаете, как я люблю контексты, общие смыслы. Терпеть не могу вырывания или любые недоговорки и так далее. Поэтому я имею желание все-таки записать этот ролик целиком, посвященный одному сообщению Юли. Приступим к чтению. Где-то, конечно, знаете, сообщение. Я буду и смеяться, и плакать одновременно. Поэтому я Юле сразу сказал, где я буду смеяться, восприми это правильно. Я хочу, чтобы у тебя тоже на душе стало светло и радостно вместе со мной, чтобы ты смогла посмеяться. Ибо человек, способный смеяться над собой, это великий человек. А где-то я и поплачу вместе с тобой. И поплачу о мире и о его грехах, и о том, как он утопает в этих грехах. Ну, всему свое время. Все будем по порядку разбирать. Приступим. Конечно же, кто захочет, если кто-то к этому видео напишет какие-то тайм-коды, которые будут соответствовать содержанию, я буду искренне и низкоземельно благодарен большим-большим и низким поклоном. Юленька пишет. Здравствуйте. Привет, Юленька. Вчера я наткнулась на ваше видео про вечные муки и любящего Бога. Я много лет пытаюсь найти на этот вопрос ответы. Ну, я добавляю некоторые слова упущенные. Но ваше видео выпало мне только вчера вечером. Послушав его и еще несколько других моих роликов, я так понимаю, про Библию и про биометрию, мне стало легче на душе многоточие. И утром тоже, после пробуждения. Но потом снова начал сдавливать страх многоточия. А вдруг вы ошибаетесь? А правы все те, другие проповедники, уточню, не в религии, а обычные люди, верящие только в Библию, только Библии, которые говорят о той истине, от которой мне хочется забиться в угол и кричать от ужаса, от чего мне порой хочется убить себя. Но это даже абсурдно. Ведь я хочу жить, и уж за суицид точно в ад. Но иногда эта душевная боль доходит до такого, словно хочешь крикнуть, вот до чего меня довели. Я буду отвечать сразу. По поводу, ну вот по ходу сообщения, чтобы не терялись, конечно же, мысли, но в любом случае ролик получится очень длинным, мы прочитаем все до конца. По поводу того, какой я проповедник, и ошибаюсь я или нет. Я не претендую на авторитетную истину. Но, конечно же, я как проповедник, как сам человек, познавший истину, своей жизнью свидетельствую, что я ее познал, потому что я обрел полноту счастья. Я этой полнотой счастья с радостью делюсь с окружающим меня миром. Почему я делаю? Потому что я люблю мир, я люблю людей, я люблю все Божие творения, а через это я люблю самого Творца нашего и Господа, и Бога нашего, Иисуса Христа. Насколько я прав, я не претендую на авторитетную истину только потому, что я Ессень, потому что я, вот, есть проповедник, потому что у меня есть канал на YouTube, потому что я тебе говорю, потому что я Христолюб, потому что я, потому что я, потому что я. Нет, пожалуйста, на авторитетную истину я не претендую. Даже на то, что я знаю истину, я не претендую на то, чтобы ты в это поверила просто слепо. Ты посмотрел нескольких моих роликов, пожалуйста, если тебя тянет еще, посмотри еще. Тебе непонятно, где найти конкретные вопросы, конкретные ответы на конкретные твои вопросы, напиши мне. Задавай вопросы у меня, в принципе, за совсем, может быть, действительно небольшую такую мою деятельность в интернете, более трех лет всего и на ютубе. Но у меня достаточно роликов с ответами на все вопросы, которые касаются человеческого бытия. У меня четыре разных каналах, я все стараюсь разделить, по полочкам разложить, сгруппировать. Отдельно есть канал по Библии и так далее, и так далее. Простые проповеди, на разные вопросы я отвечаю. Ты напиши, я и любой человек, кто будет слушать это видео, вы пишите, я всегда дам конкретные ссылки по конкретному вопросу. Ну, естественно, условие у меня только одно, что вы их будете смотреть. Уже не раз такое было, люди у меня что-то просят, или я им что-то сбрасываю, они просто не смотрят, опять заваливают меня хучьими вопросами. Если у вас нет желания смотреть мои ролики, неважно, какие они скучные, нудные, вам кажутся неправдивыми, длинными, или не по теме, или вам просто лень, или у вас нет времени, тогда просто не пишите мне. А если у вас есть вопросы, конечно же, я дам на них ответы. Ибо в полный стакан ничего не налить. Если у вас стакан пуст, если у вас есть желание, пожалуйста, я постараюсь дать ответы на все вопросы. Я не ленюсь, уже много раз об этом говорил, я уделяю каждому человеку столько внимания. Особенно алчущему человеку. Человек, который ко мне пришел, и алчит, и жаждет, он чего-то просит. Я никогда не откажу такому человеку. Конечно, кто приходит ко мне с мечом, от своего же меча погибает, наше общение обычно короткое, я его разрываю, потому что, ну какой смысл просто получать дубинкой по голове. Потому что все сообщения такого человека обычно на этом сконцентрированы. По поводу твоих сомнений, кто прав? Ну, в оконцовке ты должна понять, и все люди на земле, что каждый несет свое бремя, и каждый несет личную ответственность. Нет никакой в жизни ни коллективной ответственности, никто ни за кого не несет никакой ответственности, ни грехи, ни добродетели. Каждый человек – это то, что он есть. Мы сейчас по ходу твоего сообщения будем еще много об этом говорить, об этих, о суде, о вечных муках или вечных радостях, как их получают. Человек – это то, что он есть. Поэтому у него ничего невозможно забрать и ничего невозможно прибавить. Он тот, кто он есть, кем он хочет быть. И за это, это и называется суд. Это и есть то, что ты кто-то есть. Это твое право слушать, и твой выбор, и твое желание. Кого слушать и зачем слушать? Где познавать истину? Самой в себе или что-то читать, что-то слушать? Ты не суди только никого. Не суди, в смысле, вот именно. Потому что не судить – это не значит не давать оценок. Не судить, в смысле, не посылай на смерть этих людей. То есть вечные муки в те же самые, да. А чтобы послать вечные муки, нас сначала его послать на земную смерть, да. Иисус запрещал судить человека, приговаривая его к смерти. Запомните это раз и навсегда. Чтобы разобраться вот во всех этих словах, даже которые я говорю. Пожалуйста, особенно если ты говоришь, есть проповедники, которые якобы верят только в Библию. Я не проповедник, который верит только в Библию. Я вообще не верю в Библию. Я верю в истину. Истинно есть любовь, свободу и бессмертие. В это я верю. Библия – это писание. Это бумажки, написанные человеками, переписанные человеками, переведенные человеками и перетолкованные человеками. Я верю в истину, которую познал. Которая есть любовь, свободу и бессмертие. Очевидная истина, доступная каждому. Достаточно просто пошире открыть свои слипшиеся некогда грехом глаза. И все сразу становится на свои места. Человека, не желающего быть свободным, счастливым, добрым, сделать таким невозможным. Поэтому, как ты говоришь, ты будешь метаться до тех пор, пока ты сама себе, сама не ответишь на вопрос, хочешь ли ты быть свободной, счастливой, доброй, святой. Если ты захочешь, ничего тебе не помешает. Между тобой и Богом, и святостью, и совершенством, и любовью, и бессмертием ничего и никого нет. Только ты и то, чего ты хочешь. Вот и все. И ты все обретешь, все, что захочешь. Иисус сказал, говоря о заповеди к блаженству. Конечно, это целый путь длиной в бесконечность. Но чистое сердце, а это чистая жизнь, чистая душа, обретается тогда, она обретается опытом, деятельной жизнью, но обретается после того, как твое сердце, как твое желание, как твой ум, что возжалчит и возжаждет правды, истины. Все. Твое дело только возжалчит. Все, что ты считаешь. Вот с сегодняшнего дня, если ты примешь мой совет, мою рекомендацию, а я передаю тебе рекомендацию, совет и заповедь Иисуса Христа, что если ты сама в себе положишь абсолютное, чистосердечное, ты сейчас никому-то, мне не надо клясться, не надо попу клясться, кардиналу или пастору, сама себе дашь обет, дашь заповедь, дашь слово следовать тем искренним, самым чистым, светлым желаниям, что в тебе появляются, самое все темное ты будешь отодвигать от себя, ты обретешь истину. Если ты с сегодняшнего дня пойдешь путем света, все, что тебе кажется добрым, все, что тебе кажется правильным, ты тут же будешь исполнять, ты будешь ошибаться, ты будешь получать за это по голове. Где-то заслуженно, потому что ошиблась не туда, на грабли наступила, они тебе по лбу треснули, где-то тебе будут бить, конечно, по голове, но ты будешь идти за истиной. Для этого нужно только желание и потом шаги. Если ты будешь так делать, ты обретешь истину. Если ты будешь в жизни делать только то, что считаешь правильным лично ты. Если ты будешь считать, что лично ты за это в ответе, что так и есть, потому что каждый твой поступок – это твой поступок, и ты за него в ответе. Если ты в этой жизни начнешь делать то, как ты думаешь, во-первых, первое – ты обретешь мир, абсолютный мир, внутренний мир своего существа. Потому что ты будешь делать и поступать так, как ты считаешь правильным, а Бог внутри каждого человека. Апостол Иоанн Богослов, любимый ученик Иисуса Христа, так и писал, что вы не нуждаетесь в том, чтобы учить вас истины. Она в вас пребывает. Достаточно открыть свое Я, себя истине. Все. И поступать по ней. Делать каждый день только то, что ты считаешь правильным и что ты считаешь нужным. Что ты считаешь добрым, светлым. Павел как-то написал очень правильно. Когда я такое говорю, речь не идем о том, чтобы мы угождали греху, угождали похоть. Это не значит, что я могу творить грех и быть счастливым. Во-первых, на природном уровне никогда человек, творящий зло, не будет счастлив, не будет мирным, не будет радостным, не будет веселым. Никогда. Это абсурдно. Это ложное мнение. Богатые тоже плачут. Воры тоже плачут. Нам просто вот эту картинку показывают. На самом деле эти люди абсолютно несчастливы. Абсолютно счастливый человек. Это святой человек. Почему Бог-блах? Потому что он свет. Вот тебе путь, по которому нужно пойти. Очень короткий, очень понятный и очень простой. Сама теория. Путь, конечно, длиной и вечность практически. Но теоретически очень простой и очень понятный. Тогда ты обретешь все, чего тебе так не хватает. Дальше ты пишешь. Я далеко не хороший человек. Это, к сожалению, правда. Меня всегда тянуло, тем не менее, на то, чтобы узнать истину. Я думала, что в Библии описан добрый Бог. Но узнала я о Библии, о христианском вероучении только в 2012 году. Но я не уверен, что ты узнала о христианском вероучении. Я уверен, что ты узнал о некоем учении какой-нибудь псевдо-христианской секты, типа православия, кальцизм или какой-нибудь ветки протестантизма. И с тех пор я и так нервное и депрессивное стал еще более нервный и депрессивный и озлобленный. Это, к сожалению, печальный твое свидетельство, твой личный опыт, это печальное свидетельство того, к чему приводят псевдо-христианские секты. Они не открывают человеку истину. Они не освобождают его. Они не делают его счастливым. Это объективный аргумент того, чтобы понять, что ни в коем случае в них нельзя ни вляпываться, ни вляпывать кого-нибудь другого. Я надеюсь, это тебе, по крайней мере, уже стало очевидно. Я не буду скрывать, что я люблю какие-то грехи, от которых страдаю. Ну, здесь абсурдность самого человека. Если ты любишь грех, и ты от него страдаешь, то здесь два варианта. Я как-то в своих роликах, понятно, ты их, может быть, не смотрел еще. Это все очень просто и понятно. Либо то, что ты любишь, не является грехом, а лишь псевдо-христианские секты нарекли как раз порой даже добрые вещи грехами. Либо ты реально безумно, ты любишь грех и сама страдаешь. Есть люди, которые готовы действительно пилить себе голову топором или пилой, или рубить себе руку топором, или пилить себе шею пилой, и быть несчастными, испытывать боль и при этом продолжать это делать. Но правда то, что я изначально считала грехами, а то, что не считала со временем, сильно раздвинулось. Ну, это беда псевдо-христианских религиозных сект. Все это барахло, все это блеотину. Если ты хочешь обрести счастье, нужно вычистить из своей головы. Вычистить из своей сердце, из своего ума, из своего тела, из всего. Все, что ты узнала в псевдо-христианских сектах, забудь просто об этом и обретешь ты истину тогда. Так, например, за косметику, за какие-то украшения в ад, за ношение брюк в ад, за любовь к сериалам, фильмам, музыке в ад и так далее, музыке мирской и так далее. Ну, вот я на этом примере уже много раз утверждал, разве Бог не сотворил этот мир? Разве не Бог придумал цвета и краски? Разве не Бог так разукрасил так нашу планету, что люди до сих пор удивляются, сколько уже тысяч лет вот этим всяким исследованием, типа кусток, которые там море исследуют. И до сих пор открываются новые и новые прекрасные виды. Посмотрите, насколько разнообразным и прекрасным сделал Бог мир. Мы хотим делать то же самое по той простой причине, что в нас сидит Его энергия жизни, Его энергия творчества, потому что наш Бог творец, а мы Его образ и подобие, и нам хочется творить, нам хочется меняться, нам хочется украшаться. И это нормально, это не является грехом. Ну, конечно же, это является грехом в псевдохристианских религиозных сектах. Все это Блевотину надо забыть и выбросить. Валяться в Блевотине еще никому не доставляло радости. Вы так и будете несчастны до тех пор, пока вы будете находиться в этих сектах. Или, выйдя из них, будете жить тем мировоззрением, которое не можете или не хотите оставить. Я прошла через разных проповедников и через православие, так как все же это здесь официальная религия. Ну, я вляпался в то же болото. Меня оно порой успокаивало, православие. Но многое и смущало. Так иконы, моления кому-то кроме Бога. Но я старалась и это делать. Года два назад узнала, что иконы и вообще все, что есть в православии, не имеет к Библии и к Богу никакого отношения. Абсолютно так и есть. Тогда же я прослушала проповеди, что люди тысячами идут в ад. Что спасутся единицы. Что путь к Богу настолько узок, что не всякий войдет в него. И я теперь постоянно слышу это от многих и многих людей. О, они говорят, давайте я подытожу еще раз по поводу грехов и вообще православия и любой другой псевдохристианской религиозной секты. Их надо оставить. И все, что вы в них когда-то услышали. Вы когда из них выходите, очиститесь полностью. Иисус сказал, ветхие мехи не наливают новое вино. Когда вы впутались в это, в блевотине, в это испачкались, очиститесь от нее. Выйдите из них абсолютно целиком. И телом, и умом. Забудьте все, что вам там говорили. И начните все заново. Прежде всего, начните читать Евангелие. Пусть то синодальный перевод, новый русский перевод, достойный перевод на уровне синодального. У каждого из них есть свои недочеты и свои достоинства. Ну, относительно непонятной истины. Потому что непонятно, с чем их сравнивать. Но хотя бы эти два перевода, новый русский перевод, синодальный перевод Евангелия, начните читать Евангелие сами. И жить по истине. Что вам открывает Бог в сердце, читая это Евангелие? Если вы верите в то, что 2000 лет тому назад Бог являлся во плоти, явно в своих делах, в своей жизни, в своем учении людям открывал истину, почитайте хотя бы это Евангелие сами. И исполняйте и живите в этой жизни так, как вы считаете правильным. Как вы считаете добрым, как вы считаете светлым, как вы считаете святым. Поступайте и каждый день делайте только то, что считаете правильным. Что неправильное, сразу от себя отодвигайте. Просмотры сериалов, это не грех. Нам нравится получать удовольствие. Бог создал человека для счастья. От того, что мы получаем удовольствие. От того, что мы кушаем. От того, что мы пьем. От того, что мы смотрим, когда гуляем, или что-то занимаемся, или смотрим телевизор, или сейчас компьютер. От того, что мы слышим кого-то, человека. Или даже это музыка, мирская музыка. А что это такое мирская? Это псевдорелигиозная секта определила, мирское или не мирское. Вообще-то это нормальный человек написал. Возможно, подобрее и посвятее вот этих псевдорелигиозных фанатиков. Фанатикам даже слова к ним не подходят. Дело не в фанатизме. Потому что фанатикам это кто-то готов до смерти это исполнять. А там обычные такие же трусы, они даже свои же истины не готовы исповедовать. Чуть их там иголочкой притыкнем. Что вы считаете добрым, то делайте. Все, от чего вы получаете удовольствие, это не грех. Удовольствие в своем принципе не грех. Бог создал человека для радости. Радость невозможной счастья без получения удовольствия. Мы радуемся, мы счастливы, когда мы, как по-простому, говорится, кайфуем. Кайфуем мы в жизни от разных вещей. Предел вашему удовольствию и вашему счастью заканчивается там, где ваше счастье, ваше удовольствие получается за счет чьих-то скорбей и страданий. Вот там табу, там предел, там норма. Сериал когда будет вреден? Да когда у тебя ребенок голодный сидит за стенкой. Ты забыла за все. Забухал и сидишь там уже недельными, пьешь сериалы, смотришь. Это грех, конечно, грех. У тебя грудной ребенок лежит, молока просит. Грех, грех разве смотреть сериалы? Если ты свободный человек, если у тебя нет обязательств, если у тебя нет еждивенцев никаких, ты можешь делать все, что ты хочешь. Если ты вместе со своим ребеночком сидишь, смотришь, какой-то добрый мультик, сериальный мультик он, возможно, многосерийный мультфильм о добром, о светлом, это разве грех? Я не буду вам сейчас, взрослым людям, рассказывать все примеры жизни. Все, что добро, забудьте все эти религиозные, псевдо-христианские бредни. Выкиньте их, вычистите их своего ума и тела. Поступайте в жизни так, как считаете правильно. Все, что причиняет ближнему зло, вы за счет этого получаете удовольствие. Да, это грех. Ты не имеешь права кого-то обворовать и потом эти деньги потратить на себя. Но если ты заработал, пусть даже больше, средний, может быть, ты много зарабатываешь, Бог тебя благословил, ну, слава Богу. Сам выбирай, конечно, что делать с этими деньгами, но ты можешь получать удовольствие, это твое полное право. Конечно, не забывай о нуждающихся, не забывай о близких, прежде всего, не забывай о нуждающихся. Ты не обязан врагу покупать третий самолет. Иисус этому не учил. Ты не обязан целовать ему тухли. Но если даже врагу плохо, помоги ему. Он становится на одну планку с любящими тебя, если идет угроза его жизни, если ему нечего есть, если ему негде спать. Об этом учил Иисус. Почитайте об этом в Евангелии и посмотрите в свое сердце, полностью очищенное. Вы можете слушать Христолюба, можете нет. Вы можете слушать какого-то дядю Васю, можете не слушать. Послушали, поступайте так, как Вы считаете правильным. А правильным, у Вас единственный критерий должно быть у правильного. Это все то, что не причиняет никому зла. Только настоящего зла. Не смотрите на то, что когда Вы делаете добро, и кого-то это не устраивает. Это якобы зло. Мир всегда будет не устраивать, что Вы добры, что Вы святые, что Вы чистые, что Вы мирны, кротки и смиренны. Мир это не будет устраивать. Вас будет даже за это тыкать. Иисуса распяли за что? За святость. Инкриминировав бахохульство и дав определение, ложное, искаженное определение этому бахохульству. На это надо обратить внимание. Все остальное живите как хотите. Настоящий грех причиняет, делает человек самым несчастливым. И настоящий грех, в принципе, человек, если еще совсем не лишен ума, он никогда его делать не будет, потому что он сам страдает. Разве я буду испытывать удовольствие калашматить человека, забирая его деньги? Нет. Я уже просто обезумел. Разве меня надо учить этого не делать? Нормального человека в теории нет. Если человек это делает, он уже совсем не нормальный человек. Если вы на распутии, если вы более-менее нормальный человек, но вас потянуло к истине, и вы начинаете запутываться в истине, тут все очень легко. Нормальному человеку очень легко. Бог открывает ему явно свет и тьму. Его дело просто избирать свет. Да, безумный человек, он уже не видит света. Он не хочет увидеть, он отвернулся. А человек, который повернулся и сказал, Господи, я хочу, покажи мне свет и тьму. Бог все тебе покажет. Твое дело останется только выбирать. Это искреннее желание стать Богом, быть Богом, быть святым, быть любовью, быть добром, быть миром, кротостью и смирением. Но я еще раз всегда оговорюсь, не думайте, что смирение – это забитость, да, что кротость – это язык, когда у тебя в одном месте, вместо того, чтобы говорить правду. Это никакая не кротость. Любовь – это не говорит о том, что мы всем только говорим ласкательные песни, да, в уши. Нет. Любовь – это говорение человеку правды, истины. Обличение его в грехах – это тоже любовь. Это надо тоже понимать. Так, ну и теперь читаем, начинаем тему. У нас открывается, как же антиномия. Бог есть любовь, и вечные муки в аду, и все грешники навсегда будут мучиться в вечных муках. Но я стараюсь, и это так, так, так. И теперь постоянно слышу, это от многих людей о… Они говорят, что Иисус так любит всех людей. И лично тебя. Но почему? Почему тогда, если человек не отвечает Богу тем же, или как-то согрешит, то он отправляется на вечную муку? Просто в агонию, которую Бог не прекратит никогда. Я слушала десятки объяснений на этот счет, но по факту их просто нет. Просто Бог так установил, и все. Ведь озеро огненное для сатаны уготовано и его падших ангелов. А те люди, которые пошли за ними, вот и туда же отправятся. Но как? Как это может быть? Вопрос на миллион долларов. И я отвечаю. Все очень просто. Все, что вы слышите, это бредни псевдо-святых религиозников. Вечные муки, о которых говорил даже Иисус, он говорил только в контексте того, запомните три природы бытия. Любовь, свободы и бессмертие – это объективная сущность бытия, которую каждый видит и созерцает каждый день вокруг себя и в себе. Вот через призму этих трех природ вам открывается ответ на любой вопрос жизни. Иисус говорил, даже Иисус, говоря о вечных муках, говорил лишь в контексте только того, в чем? В том, что даже Иисус не знает, когда захочет покаяться человек. Даже Бог не знает. Человек абсолютно свободен. Когда он захочет оттуда выйти, никто не знает. Вокруг меня полно людей, которые не хотят покаяться. Я как могу предсказать судьбу любого из них? Может быть, он будет в вечности так жить. Может быть. Ведь заметьте, когда ты грешнику обличаешь его в грехе. Он говорит, нет, я хочу и дальше так жить. Разве он мучается? Он говорит, я доволен жизнью. У меня все хорошо. Я пью, убиваю, граблю, насилую. Я счастлив. Что вы ему? Как вы ему аргументируете? А ведь он уже живет со стороны святого. Он живет в аду. Потому что на самом деле он и живет в нем. Никто его не любит. Он никого не любит. И долго это продолжаться не может. И более того, кто-то живет за счет страданий и скорби ближнего на этой земле только временно, пока есть. Волки убивают овец, только пока есть овцы. Поэтому Иисус и говорил об этих разделениях. Вот разделения в жизни будут, это понятно, и ежу. Об этом Иисус говорил прямо. Разделения будут. Вечные. Но до тех пор, пока человек не захочет выйти. Вы знаете, мы когда люди придумали тюрьмы, вообще-то их, кто знает официальное название, исправительной колонии. И кто знает, вообще-то оттуда людей очень часто, очень часто отпускают раньше времени. И в теории вообще смысл тюрьмы был исправить человека, исправительной колонии. Исправляется он двумя методами там. Во-первых, он попадает туда, чем он занимался сам. И к таким, которые занимались тем же, занимались и он. Не зря рецидивистов к рецидивистам, этих, как их называют, ну, всяких, шалупонь к шалупоне, да. Всяких там мародеров и убийц, и маньяков уже конченных к таким же сажают. Строгачи к строгачам, да. Ну, всех знают, да. Красная-красная тюрьма, где там полиция с полицаями сидит. Человека помещают в среду таких же, как он. И вы знаете, человек начинает догонять. Он на воле был королем, так скажем, только потому, что кругом были овечки, которые не отвечали ему. Святые овечки. И только поэтому он их раздирал. Когда он попал к таким же волкам, как и он, оказалось-то, надо жить по закону волчьему. По закону какому? Тому же самому, что по какому он должен был и там жить. Только по овечьему закону. Но овечьий закон от волчьих законов, оказывается, ничем не отличается. Я должен как? Воровской закон. Не вздумай со своим зэком или вором что-то сделать, да. Это твой, грубо говоря, брат, да. Это там то же самое. Там, если ты там своруешь, ты крыса. Ты вор. То есть на воле ты вор. Это хорошо. Но если ты в зоне своровал у своего, ты крыса. Тебя убивают. Тебя забивают, как крысу. А оказывается, это я там могу делать только потому, что есть овечки. А когда я попал к волкам, с волками жить по волчьи выть, человек начинает догонять судьбы тия. И вы знаете, тюрьма – это очень неплохой прообраз ада. Да, гиен огненный. Оказывается, когда я попадаю к таким, как я. Оказывается, когда Бог отделяет от меня всех овечек. Оказывается, когда мне не на ком ездить, оказывается, есть посильнее меня. Ибо нету сильнее лома, если нет другого лома. И когда появляются другие ломы, оказывается, я начинаю быть рабом этих ломов. Если ты был не супер вором, а так шестерочкой, там ты стал просто говном на зоне. Если ты в миру не работал, там ты начинаешь работать на государство. Раз, причем бесплатно. Если бы здесь тебе государство или предприниматель платил достойную твоих усилий зарплату, то там они работают за 10 копеек в день. Всех прекрасно знают, они выходят оттуда. Порой у них не хватает даже на билет до дома, если они там далеко живут. Им далеко не всегда покупают билеты, только там официально вроде как им там должны. Они выходят с копейками. Этих копеек хватает ровно на один день покушать. Они выходят после 10 лет, у них ничего нет. Они 10 лет работают на государство. Кто-то думает, что их в тюрьмах содержат просто так зэков. Нет, они отрабатывают свои засидки. Они работают. Они шьют перчатки, их возят на рудники и так далее. Более того, они еще работают на своих командир этих, как их там называют, бригадиров, старшин, воров в законе. Они все выполняют работу, по хате там и так далее. Я не буду там этим зэковским языком выражаться. Я не сидел и особо его не знаю так на ухе, что-то летало. И слава богу, что не было этого в моей жизни. Так что, оказывается, для чего все это? Бог придумал ад? Бог придумал вечные муки? Нет, Бог придумал разделение. Эта жизнь, вот эта земная жизнь, на которой мы живем, в мире, в котором столько зла, столько страданий и скорби, столько несправедливости, столько насилия и слез и крови. Это лишь просто этап. Этап. Куда дальше люди отправляются? Либо выше на этапы, либо ниже на этапы. Все, как и в этой жизни. Вы знаете, здесь человек, который добился успеха, не так просто достать. Я говорю, не так просто даже президента достать или еще. Он уже на таком уровне, столько отделений. Ты просто так не зайдешь в его палаты. В царские палаты, в президентские палаты. Там сто охранников стоит. Так и там Иисус не зря говорил, что между людьми в разных состояниях будут пропасти, которые нельзя будет преодолеть. Посмотрите, у нас есть земной образ. Вы так просто можете войти даже к любому директору мелкой компании, что человек просто в кабинет не зайдете. Вас сто раз просят, вас еще на охране, на базе спросят, кто вы такие. Вас не пустят туда. Это земной образ. И то мы не можем. Мы не можем. Заметьте, посмотрите, до сих пор существуют страны с социальным, как это называется, ну да, социумом, по-моему, да, когда вот это. В Индии кастовая, кастовая несправедливость, вот это кастовый уровень. Все, ты родился, и там настолько за это держатся, не хотят те, кто в хорошей касте терять, рабам ничего не дают, те не могут вырваться из этого. Все, ты родился рабом, касты рабов, ты родился там то-то, 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 посмотрите на Индию, до сих пор, до сих пор там пытаются с этим, никак не могут это победить. Тоже верующие, кто во что там верит, в индуизм, не важно, там христиан полно. Так там христиан полно, то есть в таких же высоких кастах, которые спокойно исповедуют, что неравенство. Да вы посмотрите на Моисея, который выводит, сам будучи рабами, выводит свой народ, и они сразу же друг друга начинают порабощать. Моисей уже своим же дает, там есть богатенькие евреи, а есть победнее, а есть те, кто уже в рабство продались. Потому что он вчера перебухал, может все свое протратил, и уже вместо того, чтобы брат брату помог, и простите, еще бы его всем племенем помогли, нет, он просто идет продаваться рабом ему, и все, и он становится рабом. Можно быть во что угодно верующим, даже в Иисуса Христа, и быть сущим сатаной. Иисус так и говорил иудеям, которые веровали в единого истинного Бога, да. Так Бог сотворил вечные муки? Нет. Бог придумал школу жизни. Есть детский садик, есть ясли, детский садик, есть школа, есть университет, есть работа. Все это будет в нашей жизни. И мы проходим здесь школу жизни. Именно потому, что Бог есть любовь, Бог придумал эти разделения, придумал эти ступенечки. Вот и все. И никто там на вечные муки не будет. Даже мы людей, заметьте, мы люди, все, кто вот эти говорят, это люди, почему легко их уличать во лжи и в неистине, даже пусть они еще сами этого не понимают. Они говорят вещи, которые в жизни не имеют опытного подтверждения. Даже мы люди, мы люди, человек, который убил другого, по идее, по закону Моисея, достоин смерти. Даже мы люди, убийцу, даже предумышленное убийство, двойное убийство, групповое или какие-то там есть статьи, когда там более двух человек, массовое убийство. Сажаем на 50 лет зачастую, или это и на 20, и еще выпускаем через полсрока. Ну, кто-то с этим, понятно, не согласен. Но, заметьте, даже мы люди, даже это в законах, то есть это значит, что не говори, может быть, там была и какая-то часть несогласных людей в государстве. Но это закон этой страны, значит, большинство проголосовало за, неважно, оно выбрало Думу, парламент, который это все выбрал, да. Значит, в парламенте было большинство, парламент в свое время там народ выбирал или Думу и так далее, да. Даже мы это делаем. Тысячи убийц, насильников и разбойников выходят через полсрока, причем сроки их далеко, мягко скажем, не соответствуют ихнему преступлению. Даже мы такие. Поэтому те, конечно же, кто утверждает, что Бог это вот просто такой вот садист, в прямом смысле слова. Потому что праведный судья, многие не понимают этого слова. Праведный судья к Богу применим только в одном понимании, как говорил Иисус. То, что каждый получает по делам своим. Бог никого не судит, он никого не наказывает и никому ничего воздать не может. Человек этот, он то, что он есть. Вот что значит праведный судья. И вот именно все вот эти лживые учения католиков, протестантов и православных о том, что Бог чего-то кого-то прощает. Иисус сказал, что Бог, он за другим человеком, за обидчиком. Если, говорит, ты прощаешь, и я прощаю. Если ты не прощаешь, и я не прощаю. Между двумя человеками один обидел другого. Нет Бога, Бога за обидчиком. Иисус нигде не говорил, да, идите, плачьтесь под полотенчиком, как у православных у батюшки, или там у католиков этой кибиточки, или у православных, или у протестантов к своему пастору там. И все, и Бог тебя простил, а этот человек, Бог с ним. Разве Иисус этому учил? Иисус учил не этому абсолютно. Так что праведный судья применим к Богу только в одном понимании, о чем и говорил Иисус. Каждый получает по делам своим. Что посеешь, что и пожнешь. Закон бумеранга, закон граблей, этап разделения. Все об этом говорил Иисус. Вот это учение жизни, это истина. Это будет. И это не важно, наши эти родители или не наши. Наши это дети или не наши дети. Каждый получает то, чего он достоин. И каждый будет там очутиться, в той ситуации, с теми людьми, какие он сам. Эти этапы будут разделения. Почему Господь говорил, что блаженный будет еще блаженнее? Казалось бы, несправедливость. Он из двух талантов получил два, ему Бог еще... Мало того, что Бог с него свои два не потребовал. Бог оставил ему два, заметьте. Ведь Бог, когда давал, рассказывал притчу о талантах, ведь он рассказывал о том, что он дает только заработать. То есть, я тебе дал два, тот два заработал. Ну, молодец, два мне верни, ладно, два себе оставь. Бог даже проценты не берет с этих двух талантов. Ни с пяти, от пяти не берет проценты. Бог какой щедрый. Бог дал два, тот умножил на два. Бог ему отдал и те два, не взяв проценты. Еще свои два отдал. Более того, с того, кто не приумножил талант, он забрал и отдал еще ему. Вот это Бог. Это действительно так. Что это говорит? Конечно, по плоти нам кажется, ой, какой Бог несправедлив. Вы поймите, что это такое, наконец-то. Человек после смерти окажется в определенном этапе. Добрый, святой человек, который стремился к свету, окажется там, в таком обществе, в таком мире, где все любят друг друга. Животные, люди, природа. Там Бог. Такой же любовь и счастье. Там такие люди. Знаете, какой-то кайф будет. Почему мы здесь стремимся во все вот эти вот собрания, деревеньки, организовать или хотя бы эти церквушки, там, таких же, как мы. Нам хочется быть с такими же адекватными, нормальными, добрыми, светлыми людьми. И мы вкусим, Господь говорил. Вы вкусите. Потерпите немного. Здесь вы определяетесь перед лицом этого добра и зла. Даже когда вас будет поносить и убивать. Выберите. Выберите то, куда вы хотите. Чтобы вас окружало. И кто вас окружал. Но вы там будете, если вы этому соответствует. Если вы сами такие есть. А знаете, потому что я убиваю животных, а потом думаю, что я там буду. А там будут царства животных, которых я так люблю, которые меня так любят, гладят. Да ты их убивал здесь каждый день. Пожирал их трупы. Спонсировал их заключения в этих цирках и зоопарках. Как они там будут? Ты не такой. Они тебя здесь боятся. Ты ходишь пальцем через решетку на них тычешь. Ты здесь проплачиваешь их убийство. Ты и там будешь это делать. Ты не достоин этого. И точно так же будет с теми, кто там. Если здесь вор у овцы грабил, убивал у доброго человека, то попадая туда, почему у него в Господь забирается и то, что он имеет? Мало того, что он ничего не приобрел. Он попал к таким же. У него забралось, потому что он попал в ад. Он попал к таким же, как он. Ему больше нечего нигде даже этого грабить, убивать. Ему то, что Бог дал, он уже не может воспользоваться. Он обладает какой-то силой. Но туда, куда он попал, он на самой низшей кастовой ступеньке. Да, у него было силы. Он мог 100 килограмм понять. Но попал он туда, там все 200, 300 и 500. Его любой забьет. Это он среди овечек 100 килограмм тягал. А туда он попал, на самый последний уровень. У него отнялось и то, что он думает, что он имеет. Ему ведь уже от того, что он 100 килограмм может поднимать и бить любого дистрофика святого. Там уже некого бить, там он оказался дистрофиком. Хотя он до сих пор может 100 килограмм поднять и ударить кого-то. Но больше таких нету ниже него. Он стал сам самым низшим. Он стал сам, если он был безумный и мог одного человека убить. Он попал к маньяку, который сотню может вырезать и глазами не моргнуть. Он сам будет трястись, глядя на него. Что он ему сейчас пирол вставит в спину. Вот что такое будет. Вот о чем говорил Иисус. Это не Бог плохой. Бог придумал разделение для того, чтобы люди учились жизни. И чем раньше мы ей учимся, тем и сами обретаем полноту счастья. И, кстати, на этой земле, почему я говорю, я сам в своей жизни свидетельствую. Я обрел полноту счастья, несмотря на все скорби, страдания, которые претерпеваю в разных сферах этой жизни. И здоровье, и вот именно общение, и от людей, и от животных, и от природы. Всякое бывает. Но ты уже здесь блажен, потому что ты знаешь путь своей жизни. И ты знаешь, что всему этому есть предел. И ты лишь на этапе выбора, на жизни, где ты просто выбираешь. И именно то, что Бог у тебя стоит в этой ситуации. И Бог все это попускает. Даже то зло, которое происходит, Бог попускает, чтобы ты понял, сам себя познал и научился. Ты поэтому не ропчешь, ты лишь учишься и из всего извлекаешь пользу. И от этого даже ты начинаешь кайфовать. А то, кого ты слушаешь, ну, понятно, у них Бог садист. У них Бог дьявол. Их Бог дьявол. Это не Бог любовь. Это не Бог творец всего. Бог сотворил каждого, даже этого грешника. Сотворил его свободным. Не нарушает его свободу. Но Бог, так как Он творец, Он может учить нас. И Он учит нас, потому что Он любит нас. Вот она истина. Это не потому, что Кузнецов говорит. Это не потому, что Христолюб. Это истина, которую ты и все вокруг, кто откроет глаза истине пошире и взглянет на мир, тот это все увидит. Потому что то, что говорю я, так скажем, в проекцию на вечность посмотришь, это имеет место быть. То, что говорят они, это ад. Ведущий в никуда, да. Как может быть, что Бог при жизни человека хотел его спасти, любил, при жизни имеется в виду Иисуса Христа, я так понимаю. А после смерти, все, просто нет дороги назад. А, ну или при жизни человека, да, тоже. И пусть оставит надежду всяк входящий в вечные муки. Что где-то будет вечное наслаждение, а где-то днем и ночью, не знаю, покоя, будет метаться в агонии, в огне души. И это никогда не кончится. Я, когда начинаю об этом думать, меня охватывает ужас и отчаяние, у меня нет покаяния в такие моменты. У меня нет любви, у меня озлобленность. Я могу срываться на близких вокруг себя, орать, кричать, раздражаться. Перед таким Богом не могу оправдаться. У меня при всем страхе нет должной веры. Давайте прервемся. Слушай, ну, я тебе так скажу по поводу того, что у тебя внутренняя озлобленность вот на такого вот Бога, на такую вот псевдоистину, которую ты якобы для себя открыла. Я тебе скажу, что это естественное в тебе чувство. У тебя отвращение, тебя тошнит вот от этой неправды. Но ты не можешь расстаться с мыслью, тебя ложной глажащей, ложной мыслью, которая тебя гложет, что Бог вот такой, Бог не такой, пойми ты это. И не важно, что кто говорит, если ты сама знаешь, что Бог не такой и Бог действительно не такой. Бог абсолютная любовь. Но его любовь проявляется в том, что он дал человеку свободу. И человек сам, человек свободно, добровольно должен стать Богом этой любовью. Бог не может его принудить. Он может лишь его обстоятельства в такие поставить, в которые он, может сказать, хочешь заходишь, не хочешь, а станешь любовью. На самом деле человек просто поймет, что действительно, когда человек творит зло, если это проецирует вечность, ты этого убил, этого, 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 это сжимание. А ты этому дал жизнь, этому, этому, это расширение. Любовь это то, что расширяется, зло это что сжимается, завтра ты сожжешь самого себя. Кто знает символ смерти, это змея, пожирающая сама свой хвост. Символ зла, символ смерти. Это так и есть. И человек это познает только опытом, к сожалению. Никакая теория нам не помогает. Бог опять плохой от этого становится. Бог просто есть. Он от этого не плох, что просто такая у природы бытия, что он любовь и свобода. И что бытие познается опытом. Поэтому у тебя правильно. Единственное в том, что ты говоришь, ты начинаешь там кричать, орать. Ну, ты знаешь, я когда доказываю людям истину, у меня тоже голос повышается. Я, конечно, не совсем понимаю, о чем. Это вот надо диалоги именно вести. Это все-таки монолог. Мне, так скажи, не то, что не очень нравится, разные форматы есть. Но вот я люблю общаться и вживую, и тогда более все понятно. Можно сразу скорректировать, уточнить какие-то нюансы. Когда я доказываю правду кому-то, пытаюсь доказать, показать, я могу быть тоже достаточно горячим. Когда меня убеждают, что убивать животных – это добро. В моих глазах, наверное, видят то же самое, что и увидели в глазах Иисуса, когда он гневался, смотря на людей с гневом, скорбя о божествлечении сердец. Лицо мое не очень приятное, я уверен. И голос у меня повышается, и норов, и характер фраз, да. Я говорю, ты что, совсем одубенил? Ты совсем отупенил? Хороший мой человек. Поэтому я не знаю, что ты имеешь в виду. Если ты просто, конечно, из-за этой своей внутреннего немира страдают близкие за твои люди, это, конечно, не очень хорошо. Если ты вообще незаслуженно на людей гавкаешь, рявкаешь, да. Дверь не закрыл, хлопнул, кинул – это, конечно, беда. Тут надо учиться любви. И это вообще не грех. Не нравится тебе, кто как с тобой рядом находится, живет – измени свою жизнь. Каждый волен жить, как он хочет. Ты сможешь с кем-то жить в свободе? В одной комнате, в одной коммуналке, в одной квартире, в одном дворе живи. Нет? Найди себе место. И так во всем. Работа, учеба, семья. То есть я тут, конечно, не совсем понимаю. Другое дело, если ты доказываешь правду. Бывают стычки, да. Иисус, ты думаешь, он мягко со всеми разговаривал? Нет. Совсем не мягко это иногда было. Перед таким Богом я не могу оправдаться. У меня при всем страхе нет должной веры в Иисуса Христа. Я слишком погрязла в грехе. Я в ужасе от того, что мне уготовано. Я не говорю, что достойно рая, но вечные муки. Но тут я еще раз что тебе могу ответить? Если у тебя будет желание, пожалуйста, я открыт для всех. Несмотря на всю мою внешность, я очень добрый человек. Я спокойно со всеми общаюсь. Единственное, не надо мне выносить мозг. Все это выдают за гордость проповедника. Но я не нуждаюсь в наставлениях, в учениях. Я познал истину, я сам ею делюсь. Поэтому здесь просто вопросы. Ты хочешь мне на суд вынести свою жизнь? Пожалуйста. Потому что это очень фраза. Видишь, мы с того только что выяснили, ты сама пишешь, ты где-то нахваталась. Ну, понятно, где косметика, грех. Мы можем разобрать всю твою жизнь. Я как-то давал совет, был у меня ролик, я даже не знаю, смогу по памяти вспомнить, как я его назвал. Я там сказал, это очень легко сделать, но тебе я сейчас дам такой же совет. Возьми как-нибудь, заведи себе блокнотик обычный, или вот тетрадку, бумажку. Подели ее всего на два столбика. Грех и не грех, добро или зло. И все, что ты на самом деле считаешь злом, вот сегодня это сделай, после этого ролика, завтра или когда-нибудь. Все, что ты считала сегодня злом, потому что тебя религиозники-то вбили, системы, что-то еще, как ты, будешь дальше писать, бесы там нашептали, неважно. Но ты сегодня, вот как я сказал в начале видео, открыв в свое сердце правде и истине, возжалче и возжажде и возалче возжелав этой истины, просто сядь и честно, сама с собой. Пусть тебе сначала покажется это странным. Вот курить это грех. Ты начнешь писать, сяло, ты может быть не один листик сожмешь, потом и выкинешь. А может ты их будешь вот так складывать для интереса. Ты начни писать, что ты считаешь грехом, что нет, а потом еще раз на него посмотришь. Что-то вычернешь в другой столбик, что-то из этого столбика выкинешь. Я еще один пример дам, и все, и дальше ты уж сама догадаешься. Курить грех или не грех? Я сам не курю, я бросил, я больше 15 лет курил с юности, с детства. Кому я врежу? Грех или не грех? Я тебе расскажу, какой пример, как я понимаю, грех это или не грех. Ну, я так для тебя говорю, как я понимаю, я знаю, грех это или не грех. Кому я делаю вред? Господь сказал, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Так, курить. Я себя-то люблю вообще. С себя любимого начинаю. Слушай, это же такая, вот, куриловая-то реально подходит из слова блевотина. Потому что после, ну, что первое с утра, кто знает, до тошниловки на голодный желудок, ты эту соску тянешь. Что последнее уже, когда ты в день вторую пачку высаживаешь, уже тоже подташнивает, да. Я себя люблю. Действительно, привычка, от нее легко избавиться. Но когда ты в ней, да, это кажется, как уже бросить нельзя, да. Мне плохо, но я оттянусь за это. Мне с утра она не охота ее, но я тянусь, потому что привык, потому что вроде надо. Хотя мне от первой сигарет, она поперек горла вот так идет. Еще куда-нибудь гулять шли, там еще пачку уходил. Чуть по три пачки в день уходил. Ты там внутри что вообще? Я себя люблю. Воня, то я сам терпеть не мог на самом деле. Девчонки, которые у меня были за всю жизнь, я сам терпеть не мог курящих. Я по большей части и уважал, и старался. Ну, там как старался. Все-таки куреву перевешивали другие какие-то ее там достоинства. Да, но конечно же я был счастлив и благодарен, если она не курила. Я представляю, как ей было противно, когда я курил этим девчонкам. Потому что это блевотин, на самом деле. Вонище от курева ужасное. Я терпеть не мог, когда ты просто сам куришь, но ты терпеть не можешь, когда кто-то курит. Особенно в замкнутом помещении. В квартире, в машине, в доме где-то. Рядом даже с тобой стоит. Это вонь не только изо рта, это вонь от всей одежды, да. Я себя люблю. Я кайфу от этого? Нет. Я вот бросил, и я счастлив. Я бросил все в один день там. Историю моей жизни можешь узнать. У меня есть целый плейлист, я все рассказываю подробно. Так, разобрались. Для меня это грех, конечно, грех. Богу есть до этого дело? Богу никакого до этого дела нет. Мне это надо, мне это не надо. И деньги. Я сейчас не знаю, по-моему, сейчас сигареты стоят в среднем от 200 рублей. 200 рублей, потому что я уже сколько лет я... По-моему, около 200. Кто-то меня просил когда-то, я к одному другу ездил, мы, по-моему, в магазин заходили, я видел, сколько стоит. Ну, по-моему, пачка сейчас 200 рублей стоит. Это 6 тысяч в месяц по пачке в день курить. 6 тысяч в месяц, я питаюсь на них. 6 тысяч в месяц, это 70 тысяч в год. Я могу два раза в год ездить отдыхать. Отдыхать. Получая пользу, телу и душе. За 35 тысяч в Россию, из России можно в Турцию, в Египет слетать. Два раза в год могу позволить себе по горячей путевочке, или даже, да не по горячим, за 35 тысяч можно позволить себе слетать. Раз за границу, раз к нам в Сочи можно. Грех это. Для меня, конечно, грех. Я сам себе врежу, вместо того, чтобы получать удовольствие. Вот именно, сколько пользы будет, когда я слетаю отдохнуть. Я тело, у меня отдохнет. Соленое море у меня с кожей проблемы. Я душой отдохну. Я приеду, сколько я пользы сделаю, отдохнувшись, отключившись, немножко свою жизнь изменив. Да, от каждодневного курева какая мне польза. На 6 тысяч можно ребенка до 5 лет, наверное, вырастить. У нас государство только не помогает. Возле бы ближнего твоего, как самого себя. А ближним, хорошо. Вот то, что я перечислил, уже туда сколько все вошло. От меня кто-нибудь удовольствие получает. Во-первых, если это семья, так это совместный бюджет, растрата. Значит, я наношу вред своих детей. Я вместо этой блевотины, этой сигареты, я мог бы ребенку что-то купить, жене что-то купить, родителям что-то купить, друзьям что-то купить, подарить. Сделать какую-то радость. Вместо того, чтобы я травлю свой организм, на самом деле, радости от курева, почти никакой. Я почти говорю, как курильщик, а для меня, понятно, никакой уже. И не был, на самом деле, почти никакой. Я почему-то говорю, как курильщик, как я. Почти никакой. Это дурные привычки, дурные удовольствия, которые вот столько удовольствия и вот столько за них расплаты. Ты на чашу весов вешаешь, это же удовольствие, пожалуйста, это же Бог все создал, Бог создал эту травку, Бог создал огонь. Все это, пожалуйста, дымись, затягивайся, делайте это счастливым. А что за расплата за это удовольствие? Да и упаси меня Бог от этого. Я борюсь с тем, что мне хочется курить, я переживаю, я когда-нибудь, мне говорят, ты свалишься из-за гордыни. Вы думаете, я когда-нибудь закурю? Да упаси меня Бог от этой соски, от этой блевотины. Вы думаете, мне мысли в голову не приходят? Приходят. Я сам посмеиваюсь над этими мыслями, неважно, кто мне их нашептывает или даже это мои мозги там их рожают. Я смеюсь им в лицо. Я говорю, сейчас, ага, побежал я 200 рублей выкидывать на эту фигню, да я лучше себе вон куплю что-нибудь, фруктика вкусных каких-нибудь, идти кайфану по полной программе, по-настоящему кайфану, прям какой-нибудь персик самочный такой буду кушать. Я лучше отдохнуть съезжу раз в полгода. Вот это кайф. Родные страдают по всем тем пунктам, что я перечислил к себе, буду страдать твои близкие. Денег, трата, вонища, вред здоровья. На твое здоровье, которое ты себе легкие прожгешь, вы будете лечиться, ты не будешь работать, она будет за тобой, он ухаживает и пошло-поехало. У твоих детей от твоего курева, ты будешь курить в машине, в квартире будет такой же рак легких и так далее, и так далее. Грех это, очевидно, что грех, это зло мне и окружающим меня людей, причем любящим меня людям. Сейчас даже дело не о врагах. Вот так ты сможешь распределить все. Косметика это грех. Слушай, ну если ты косметику, если ты тушь за 100 тысяч рублей какую-нибудь понтовую просто покупаешь, за бренд там, да, выкидываешь, и никому от этого толку нету, у тебя никого нету, наоборот, и ты сама этого не хочешь, и ты просто потому что надо покупаешь, это грех. Если у тебя муж, который говорит, слушай, мне так нравится, когда вот ты такая вся какая-то необычная бываешь, и ты что-то там как женщина или мужчина, наоборот, имеет в своем арсенале, что-то такое, что может менять нашу жизнь, у нас есть разная одежда, нам нравится это разнообразие, если ты имеешь небольшой арсенал, там, какой-нибудь косметики чистой, здоровой, там, да, не на животном, продукты животного происхождения сделанных, никто от этого не страдал, она натуральная. И ты как-то себя, или ты там сама с цветочками как-то красишься, это же все откуда-то эссенцию берут, пожалуйста, что в этом плохого, это красота, если ты иногда перекрашиваешься, делаешь разные стрижки, это же, а это и есть любовь, что такое-то, а куда еще тратить деньги, мы их зачем зарабатываем? Конечно, надо не забывать про нуждающихся, надо не забывать, что эти нуждающиеся мог тоже сесть на шею, свесить ножки и ничего в этой жизни не делать. Я уже тоже от опыта это говорю, потому что прошел это на своем опыте христианской жизни. Вот. Семья это обязательно, а мы разве не балуем друг друга, а разве не этим мы дарим друг друга счастье и удовольствие, счастье и радость, доставляя вот этим вот удовольствием, удовольствию созерцания глаз, уха, слуха, естественно, кто слышит слов, кто говорит. Ну ладно, я уже затянул, и все у тебя станет на свои места, и тогда ты все поймешь, что грех, что не грех. Иногда я представляю палец, так, я слишком уже, потому что не уготован, я не говорю, достойный рай, но и вечные муки. По поводу черно-белого бытия, вот я еще что скажу, да. Я во всем этом говорил, ты найдешь это в разных моих проповедях, черно-белое бытие. Иисус никогда не говорил о черно-белом бытие. Об этом говорят псевдо-учителя, псевдо-христианских, или как-то пусть даже свободные какие-нибудь, там, вне каких-нибудь сект, ну, или представители псевдо-христианских религиозных сект, типа православик, телесизм, протестантизм. Иисус никогда не говорил о черно-белом посмертном бытие. Напротив, Иисус всегда говорил о чем? О том, что все мы то, что мы есть, и несем числа этим уровнем. Иисус притчу, самую великую, одну из моих любимых, хотя, наверное, у меня все любимые притчи Иисуса, в которой просто это краткое Евангелие, ее все прекрасно так называют, именуют, многие в этом ненамысленно, притча о сеятеле семени, да, которую он сеял. Иисус сказал, что даже то семя, которое проросло, да, человек, который открылся истинный, и даже принес плод, приносил плоды, то плоды-то, оказывается, в колоске-то разные. Есть 30, есть 60, есть 100. Иисус не стал рассказывать, один, два, три, кто занимался садоводчеством, огородничеством, тот знает, да. Там один, и два, и три, и пять, и десять может быть. У тебя один куст может быть, один, и два, и пять, и десять, и сто, и десять килограмм соберешь с одного куста этих там огурцов или картошки. Разные бывают. Бывает ущербные, я говорю, один растет вот как прям, как по заказу, и все, и ничего больше не идет, хоть ты треснет. Ты с одного семечка один плод получил. Бывает и такое. Кто, говорю, занимался садоводницей, огородническими делами, тот меня поймет. Иисус рассказал, он не стал говорить, одно, два, три, вы что думаете? Вы пойдите, я говорю, сходите, если мне не верить, опытом узнаете. Пойдите, сорвите хотя бы с десяток колосков на поле. Вы увидите, насколько в них не будет совпадения количества зерен. Все разненькие. Посмотрите на кукурузу, да вы замучаетесь эти зернышки считать. Бывают початочки вот такой, такой, такой. Представляете, насколько разное там количество зерен на одном початке кукурузы. Иисус, конечно, не стал рассказывать 31, 32, 33, 4, 35, 36. Но будьте мудрыми, не будьте дураками. Иисус прямо сказал, 30, 60 и 100. Просто так, от средненького до полноты. Естественно, имеется в виду от одного до бесконечности. Вот о чем говорил Иисус. Поэтому это ложные учения, в которых ты находишься. Они, конечно же, не дадут тебе обрести счастье, потому что ты не знаешь истины. Не существует никаких вечных черно-белых мук и вечного черно-белого блаженства. Это вечный рост в святости и вечный рост упадения в погибели. Но каждый имеет возможность встать оттуда и выйти. Когда покаяться, ибо Бог есть любовь. И каждый в теории может оттуда свалиться, потому что каждый человек обладает свободой. Но тот, кто по-настоящему вкусил, яко благ Господь, что такое святость, что такое счастье. Быть любимым и любить все Божье творение, быть им любимым, ни на что это уже никогда не променяет. Его пытать будет, да, а он будет молиться только. Ему будут гвозди в руки вбивать, но он не сделает зла, потому что оно не имеет смысла. Оно ведет человека не туда. Вот и все. Так что ты, когда это поймешь, у тебя все останет на свои места. Поэтому действительно, ты правильно рассуждаешь. В тебе истина, она сама из тебя, видишь, исплескивается. Как ты ее не затыкай этими религиозными пробками. Ты не можешь согласиться. Все твое нутро бунтует. Как это так? Да, я недостойно небожительства прям там с Богом сидеть на коленочках у любимого своего Творца и Создателя. Но я и в аду на коленочках у сатаны, и тоже недостойно сидеть. И ты правильно говоришь. Разные этапы. Но мы, Иисус сказал, должны стремиться к совершенству и быть святыми, как свят Он и совершенны. Это важно понять. Иногда я подставляю палец под горячую воду и думаю, вот так будет всегда. Как же это выдержать, если все тело, а однажды на ум пришла такая мысль. И в венах будет течь огонь. Ну, вот эти все страшилки православные, это, конечно, пипец. Это, конечно, с одной стороны, ну, хорошо, только хорошо в каком плане, да? Не действительно человек, который покаялся и от многих вещей избавился. Я говорю, сейчас вот по ходу пьесы, если ты разберешься, в чем ты грешна, в чем не грешна, от настоящих грехов надо отвалиться. Ты сама и страдаешь, поэтому от них. Вот это же грех или не грех. Как ты говоришь, неверие, колебания, сомнения. Да, но в чем? Вот именно, я в истине стою, почему? Потому что я счастлив. Я отойду от истины, я сам перестану быть счастливым. Ты думаешь, я не слушал проповеджения? Я слушал много, но я избирал сам всегда из того, что слушаю. В конце концовки я просто пришел к тому состоянию, все, я обрел ее. Но я слушал, я шел, но я сеял, отсеивал точнее. Просеивал, вот, скажем, то, что я слушал. И все, и шел своим путем. И пройдя им, убедившись на своей личной жизни, что это правильный путь, я и другим этот путь кричу издалека на горе, на светлой горе стоя. Идите, идите, все правильно, дойдете прямо до светлой горы. Ты можешь узнать, прав я или не прав, только пойдя. Конечно, ты там вляпался, я тебе заранее открыть будущее не могу. Ты можешь лишь поверить мне, как и говорил Иисус. Поверить им будет, нет, нет. Это твое право выбирать. Твое право посмотреть на мою жизнь, послушать мои слова. Если не откликается в твоем сердце, делай. Не откликается, не делай. Представлять от того, что ты действительно не грешник. Вот это православные бредни. Я грешник, грешник, супергрешник. За что грешник? Я буду вечно в аду мучиться. За что? Почему? За что? Зачем подставлять? Нормальный человек будет подставлять, руку в огонь засовывать? Нет. Человек, который познал истину, он уже не будет грешить, потому что он греха боится, как огня. Он, наоборот, как в огонь руку нормальный человек не будет ссувать, так человек не будет грешить. Ты, когда познал, что убийство животных и пожиранных трупов – это грех? Свинюшек, коровок, курочек. Ты никогда этого не сделаешь. Тебя убивать будут. Тебе не надо никакую руку в огонь ссувать. Ты никогда не причинишь никому зла. Ты не хочешь жить в аду, потому что убив сегодня, ты убьешь завтра. Ты будешь убивать, ты будешь страдать. Ни одна нормальная душа не может воспринимать природу зла, природу убийства. Она будет несчастной. Я не хочу себе несчастья. Вот и все. Все очень просто. Поэтому все эти представления, они бессмысленны. То, что ты там фантазируешь, ты будешь в аду, это потом сама от этого же страдаешься. Ты стань святой. Это не так сложно. Это не псевдо-христианская вот эта псевдо-святость. Когда понапридумать, что ты должен там на облаках летать уже будучи на земле, в якобы какой-то молитве, якобы запершей в какой-то пещере, молясь о всем мире, но ничего для этого не делая. Это же бред. Иисус этому не учил. А люди вокруг меня, мои родители и другие люди, мне жутко видеть людей и понимать, что, скорее всего, после смерти они будут корчиться бесконечно в огне. Все будут там, где они этого достойны. И ты пойми, они сейчас в этом находятся. И им хорошо. И они будут там же. Но только когда они будут с такими же, как они. Вот заметь, тебе сейчас неприятно с ними, если ты уже на другой уровень перешла. Им неприятно с тобой. Но вы сейчас живете в одной квартире, и вы доставляете друг другу неприятности. Вот Иисус и сказал, я разделю вас. И те, кто будет наверху, испытают еще больше кайф, потому что окажутся с такими же, как они. Те, кто были плохими и с такими же, когда они, они тогда вкусят свою жизнь. Они поймут, что они были неправы. И мы друг друга видеть не будем на некоторое время. Потому что понятно, никакому нормальному человеку, тем более святому, чем он вышивает святость, не будет доставлять удовольствие, глядя на мучения своих близких. Но точно так же, как в этой земной жизни. Мы разъезжаемся в разные города, и по сути родители ничего там не знают о своих детях, уезжают учиться, работать, меняют вообще место жительства кардинально. И там редкие телефонные звонки. Будет то же самое и там. Человеку нужно вкусить это. Нужно. И это не потому, что Бог плохой, или я плохой сейчас, или ты плохой будешь так думать. Нужно. Ты же сама им говоришь, покайтесь, не делайте этого. Но они не понимают слов. Они, значит, вкусят это опытно. А кто в этом виноват? Они же говорили, что это хорошо. Бог им скажет, вы говорите, что это хорошо, вот так, как вы живете. Хорошо. Я от вас уберу всех святых. И вы посмотрите, хорошо ли то, что вы так жили, и как вы живете, исповедуете, и когда вы будете жить, только в окружении, таких же, как вы. Все станет у человека сразу на свои места. Вот и все. И только оттуда тоже не сразу выходит. Иисус сказал, пока не отдашь до последней копейки, выйти оттуда можно. Но точно так же, как мы здесь мучаемся. Мне кажется, я уже тоже все понял. Господи, забери меня. Что мне тут делать? Но я мучаюсь, да, вынужден вот жить в мире, лежащем во зле. Созерцать это зло, злодеяния, которые творятся. Мне жалко всех людей. Смотреть на это мне больно, на многие вещи. Мучаюсь, мучаюсь. Так уже мучаюсь не за свои грехи, а просто тем, что я это вижу. А уж тем более грешник за свои дела будет искупать. Конечно. Помучается, помучается. Чтоб прям утвердилось. Знаешь, наверняка. Поживешь там с недельку, а то вдруг не зафиксируется. А вот побудешь с такими, да. Да, уже кажется, взмолился, Господи, освободи. Нет, еще чуть-чуть, чтоб прям утвердилось. Так и будет. И это правильно. Все мы на своей жизни знаем, что именно так мы только познаем истину. Никуда без этого. Так. Мои родители, люди, мне жутко видят, мне кажется, скорее они будут в огне. Почему Бог не помилует их? Да Бог никого не милует. Они выйдут оттуда, когда покаятся. Он же любящий, так и есть. Тогда отвечают, жертва Христа потому и была такой страшной, чтобы избавить от этого кошмара. Иисус принял на себя гнев Божий. Ну, вот это вот, чтобы верующие не приняли его на себя, а вот грешники сполна его прочувствуют. Даже в книге Эздры есть слова, что те, кто не познал Бога в любви, познают его в мучении. Я не верю ни в какую троицу, никому не советую в эту чушь верить. Бог нам открывается в разных лицах, так скажем, только потому, что Бог всяческий во всем. И Бог, как невидимый творец, как начальник всего, начало всего, конечно же, именуется отцом. Но Бог, мы, как образ его подобия, Бог этот, Иисус Христос. Он для нас и отец, и мать, как он сказал, и друг, и брат, и сестра, и потом будет даже женихом. Это уже другой уровень. Друзья не женятся друг на друге. Дети не выходят замуж за своих родителей, а мы, невесты, в то же время самые Христовы. Поймите это, Бог всячески во всем. Мы образ и подобие, мы одного Бога. Бог вначале создал ни мужчину, ни женщину, человека. Разделение полов временно, оно ничего не значит. Бог беспол сам по себе. В нем есть два начала. Это один Бог неизменный, это Бог Иисус Христос. Он всегда был, есть и будет во плоти. Он сошел с небес, не восприняв плоть. Он всегда был во плоти. Он лишь явился нам. Точно так, как к вам кто-то заходит в комнату. Вот и все. Его Авраам видел еще тысячи лет назад и видел, и возрадовался. Его, Иисуса Христа, во плоти он видел. Иисус об этом прямо засвидетельствовал. Мы созданы по образу и подобию Бога. И мы не боги отцы. И мы не невидимые сущности. Мы не какие-то там мантры или вечные начала, или космос, или вселенная. Мы образ и подобие Бога. Посмотрите на себя и посмотрите на евангельскую историю о Боге воплотившемся. Все сойдется у вас сразу. Мы боги, дети Всевышнего Всего. Мы боги. Иисус есть Бог. Мы его образ и подобие. Поэтому вот эта чушь про гнев Божий. Иисус каким-то... Значит, отец злодей. Иисус, добренький сынок, заслоняет от гнева Божьего грешников. Они остаются при этом грешниками. Но все эти грешники собираются в небесном царстве. Я говорю, слушайте, упаси меня Бог от такого небесного царства, где все те же самые грешники, которые на земле, оказываются в небесном царстве. Это какая чушь? Это чушь протестантизма, православия и католицизма. Это ничего общего с Евангелием не имеет. Иисус говорил о том, что каждый получает должное воздаяние за свои дела. Каждый. Не важно, христианин ты или нет. Более того, Иисус говорил, кому больше дается, с того больше спросится. Что суд начнется с Дома Божьего. Что христианин первым даст отчет с первого воскресенья во второе пришествие Иисуса Христа. Вот этот бред мне даже комментировать сюда тяжело. Иисус заслонил от гнева Божьего. Вообще, у вас язык поворачивается такое говорить? Бог ни на кого не гневается в том плане, в каком они говорят. Даже написано, что Иисус посмотрит с гневом. Я вам уже сказал, что это такое. Это лишь и внешняя личина. У меня тоже лицо изменяется, когда грешник мне пытается убедить в том, что зло это добро. Но на самом деле внутри я не испытываю к этому человеку зла, потому что я знаю, что мы все божьи творения. И когда-нибудь мы с ним будем лобызаться, целоваться и попивать венцо на небесном облачке, мотыляя ногами. Даже с Гитлером, представляете, даже со Сталином, со всеми, представляете, даже с бесом, с самим Люцифером мы будем когда-нибудь обниматься, когда он вернется в свое божественное состояние единицы ангела света. Меня это все разрывает. А, что так, по поводу, кстати, хочу сказать это любви, так, где что-то было там. По поводу книги Эздры. Сколько я уже раз вот от тебя слышал про книгу Эздры. Если так интересно, у меня, в отличие от многих проповедников, наверное, 99%, целиком записана Библия на канале. Я уже практически так и говорю, потому что я заканчиваю книгу Даниила. Это практически последняя, самая важная книга Ветхого Завета. У меня целиком записана Библия на канале Христа, любви Библии и чтейных писаний. Библия это не набор стихов. Я ее всегда называю, вот слышу, такие вырванные цитаты, что Библию сделали лотерейным барабаном, вот с наструганными стихами туда и тащат оттуда все подряд. Что такое Эздры? Вы хоть понимаете, о ком вы говорите, кто это был, в каком контексте это сказано, насколько это вообще книга важна и кто это вообще был и насколько этому всему можно доверять и к чему это вообще можно применять. Это же не набор цитат, которые мы потом почему-то впихиваем куда нам только угодно. Хочешь ознакомиться с писанием, пожалуйста, у меня есть к этому все возможности. У меня нет никаких суперкурсов только для тебя и только в закрытом доступе. Все мое творчество, вся моя деятельность, которая посвятила свою жизнь, абсолютно бесплатно, доступно на моих каналах. Пожалуйста, я буду рад, если люди и счастлив, если люди обретают счастье в познании истины и в деятельном пребывании в ней. Полностью. Библия со всем прочтением, с комментариями, с размышлениями у меня есть на канале. У меня есть даже уникальная возможность. Я миллион раз всем предлагал. Пожалуйста, хотите вместе читать, хотите в закрытом режиме. Я не репетитор, я не буду с вас брать деньги. Я рад буду что-то сказать, только по контексту. Не так просто вот дай на это, на это вот у меня все есть, пожалуйста, в одностороннем режиме смотреть. Хочешь вместе почитать, публично, за кадром, чтобы тебя видели, чтобы тебя не видели, как хочешь, чтобы другим было в назидании. Я готов на это. Я этому посвятил свою жизнь. Такие-то опыты уже были, но никому это не надо. Я предлагаю вот неоднократно. Кому это надо, никому это не надо. А вы знаете, слушать и самому говорить, это разные вещи. И вот когда бы вы сами говорили, сами бы читали, сами бы пытались свои мысли выразить, это было бы абсолютно разные вещи. И когда я вас чуть-чуть бы, может быть, где-то поправлял, или мы бы на какие-то темы побеседовали, вы бы взошли совершенно на другую ступень, и намного быстрее. Мое предложение всегда в силе. У кого есть желание, пожалуйста. что Бог, где мы тут остановились? А вокруг меня его где про Эздру-то мы читали? Даже в книге Эздры слова, что те, кто не познал Бога в любви, познают ее в мучении. Но тут я, несмотря на то, что я сейчас об Эздре так сказал, сама фраза вот эта, она абсолютно истина. Только ты опять, ты выкини ни разу навсегда из головы лжиевые учения псевдо-христианских сект, православия, католизизма, протестантизма. Ни о каких вечных мучениях в контексте невозможности покинуть свое состояние, покинув ту природу, в которой ты будешь пребывать, изменив свою природу, то есть покаявшись в самом себе, это чушь собачья. Это ничего не имеет, это ложь, не имеющая общего с истинной потому что истинной есть Бог, Бог есть любовь. Выйти можно, когда ты выходишь оттуда своей природой. Меняется человек, можно будет выйти. Когда ты примешь эту истину, у тебя все встанет на свои места. А здесь сказано о том же, о чем говорил Иисус. Конечно же, кто не хочет, вот так я говорю, от слов ты говоришь человеку, не делай этого. Давай не будем это делать, давай жить счастливо, давай не будем убивать животных, давай не будем причинять зло людям, давай проповедовать это. Ты говоришь это, говоришь, человек не хочет. Ну что ж, я вам сказал, как говорил Иисус, я вам его словами говорю, каждый вкусит плоды своих дел. Ты окажешься там, где ты считаешь, что ты прав, что вот если бы таких побольше, если бы ты считаешь, что ты прав, я-то говорю, точно так же, как и он, как и грешник, что если бы у нас таких было все, это было бы Царство Небесное на земле, Царство Божье. А он, значит, говорит, что он-то хороший, значит, если таких будет много, будет хорошо, Бог его в его же блевотину и окунет. И он хлебанет из нее. И рвать будет его по кругу. Потому что он сразу вкусит свои плоды с такими же, как он. Тогда он узнает, насколько он был прав. И то, что так вот все вот это Богу, припустим, познает не в любви, но в мучениях, но в мучениях, то он своих познает. Бог лишь нас отделит. А вы плохого ребенка, когда у вас двое детей дерутся или один другого вдруг что-то прессовать начал, вы разве не разведете их в разные комнаты? Разведете. Разве какая-то сильная собака бросается на слабенькую, вы разве не растаскиваете их и вы разве слабенькую не утешаете, а сильную, которая вдруг что-то там у него крыша поехала, он стал бросаться на слабого. Разве вы не отделяете одного от других? Разве вы не называете это нормальным? Или вы стоите смотрите на это? Бог сделает то же самое. Наша каждого миссия в этой жизни определится перед лицом добра и зла. Все очень просто и понятно. И каждый научится не переживать за своих родственников. Да, друзей, все научатся рано или поздно. Не хотят по-хорошему учиться, научатся по-плохому. Бог их будет плохо, Бог их будет палкой что ли калашматить, розгами бить. Нет, он их в то бытие, в каком они хотят. Они же говорят, что скотобойни это хорошо, они и будут жить на этих скотобойнях. Прямо только уже стены поставить невозможно будет. И они будут все это видеть, все это делать будут. И вокруг них все это прям будет ручьем литься. У нормального человека психика съедет просто. Тут на дно-то смотришь, как горло перерезают животным. У нормального человека не может на это смотреть. Те, кто не хотят по-хорошему отречься от убийства беззащитных животных и пожирания их плоти, окажутся там, где уже не будет каких-то стен. Вы пробовали на это смотреть? У вас все хорошо с психикой, у меня нет, я на это смотреть не могу. А у нас очень хорошо, все можно платить за убийство и жить спокойненько, и есть мясо, а где-то льется кровь, слезы и страдания. Ты попадешь туда, где стен не будет. Я посмотрю на вас, если вас привязать к стулу и на ваших глазах потихонечку резать вашего ребенка. Что с вами будет? А у нормального святого человека, который дорос до этого, неважно, его это ребенок или нет. Неважно, ребенок это человеческий или ребенок это животного. Для меня, когда теленочку горло перерезают или человеческому ребеночку, для меня никакой разницы. А какая разница, объясните мне, между ребеночком коровки и ребеночком человеческим. Они одинаковы. Абсолютно одинаковы. Поросенок, свинюшка, на 97% тело ее соответствует природе человека. Все то же самое. Не зря, кто знает, уже есть успешные опыты по пересадке половины органов свиньи уже прижилась к человеку, экспериментирует. Каждый окажется там, где он есть. И он познает то, что это будет пытка, это будет мучение. Сейчас вы можете отвернуться. Потом вы не сможете отвернуться. Вы будете вопить. Отпустите меня отсюда. Я не хочу на это смотреть. Я не хочу это слышать. Но вы не сможете заткнуть уши. Вы не сможете закрыть глаза. Ваши руки будут обмяклые. Вы познаете, что такое зло. То зло, которое вы делали. Все встанет на свои места. Вот когда вы запьете, тогда выйдете. Но я бы этого не хотел. Я не хочу сейчас ни на секунду на скотобойню попасть. Не хочу. Я и не делаю этого. По-хорошему говоришь. Не надо это делать. Не проплачивай. Не пожирай плоть тебе подобных. Бесполезно. Еще из меня делает сатаниста и грешника, что я вообще об этом заикаюсь. Это Бог мне разрешил. Да? Но ты узнаешь потом. Узнаешь. Ведь 90% людей не способны перерезать глотку-поросенку или теленку не способны. Но они платят за это. Вы очутитесь в том месте, где вы будете каждый день смотреть на это. Если сейчас вы отгородились и когда вас по-хорошему хочется ткнуть на эту скотобойню, привязать вот к этому стулу туда, чтобы вы это слышали, как это происходит, чтобы вы чувствовали этот запах смерти, этот запах крови, этот запах страдания, эти крики невыносимые. Но мы дети Божьи. Иисус палкой никого не воспитывал. Мы не можем вас привязать. Но будет этап и никто же Бог плохой. Я бы привязал бы, если честно бы. Потому что так бы ты бы сразу бросил. Был опыт в одной стране один класс из одной школы все-таки привели на скотобойню. Там то ли была... Ну, кто-то смог это сделать. Я сам лично читал эту статью. все дети, их, по-моему, там больше 30 было. Почти 80% из них болевало прям тут же, прям там же. Им показали все это скотобойни и при них зарезали одну по-моему, свинью или что-то. Этих детей не могли успокоить по-моему, двое или трое суток. Я вот сейчас говорю, у меня кома здесь в горле становится. Это правда жизни. Это очень легко понять, что такое истина, что такое правда. Когда мне говорят дымой, там сынок не хочет есть, пожалуйста, съездите на скотобойню. Мои детишки должны есть. Съездите с ними на скотобойню. Если это правда, если это истина, если это такое царство небесное, вы в таком царстве хотите жить со своими детьми, съездите, так поселитесь в скотобойне. Там пристройтесь домушок, устройтесь на эту работу, если это такое благо. Вы лжецы и сами себе. Я надеюсь, это я разъяснил. Меня это все разрывает. Это какой-то фильм ужасов. Что вот ты живешь, а потом умираешь, попадешь в непрекращающуюся пытку. Ну ладно, я насчет вечных мук уже ответил. Это ничего не имеет общего с истиной. Как это может быть? Никак. Оттуда можно выйти. Когда отдашь все до последнего Кондранта? Когда реально изменишься? И как Бог, который сотворил птичек, цветочек, кошку, ребеночка? Вот, хорошие мысли, да. Как Бог при этом мог сотворить место, которое должно причинять непрестанную боль и дать тела, которые никогда не умрут, а будут способны чувствовать боль? Вот я тебе сейчас скажу уже, я хотел думал попозже, но я тебе сейчас скажу. Твоя настоящая святая жизнь начнется с сегодняшнего дня, если ты бросишь пожирать трупы убитых животных. Прежде всего, ты не должна делать ты сама это ужас, если ты это когда-нибудь делала и делаешь до сих пор. Может, ты в деревне живешь. И еще больше лукавства, если ты проплачиваешь за это, не убивая сама. С этого начнется твоя святая жизнь сегодня. Ты сейчас задаешь мне вопрос, на который ответ кроется вот у таких псевдо-христиан в девятой главе. Они почему-то ссылаясь на девятую главу, хотя почему-то они все забывают о первой главе, они не хотят ее видеть, что настоящий Бог сотворил небо и землю и всякому человеку дал всякое семя, падающее с дерева и растущее с земли, а всем зверям дал траву полевую. Но почему-то они все любят ссылаться на девятую главу, где Бог якобы ною разрешил пожирать, убивать животных и пожирать их трупы. Я всем говорю, отвечая вот твоим замечательным вопросом, если ваш Бог разрешил человеку убивать живое, как ты говоришь, чувствующее боль, жаждущее жизни и не хотящая смерти животные, то ваш Бог садист, но самый настоящий садист. и этот Бог дьявол, это не Бог, который сотворил небо и землю, это дьявол, самый настоящий. Ты задаешь мне те же самые вопросы. Это касается и животных, чувствующих, чувствующих, заметь, чувствующие существа, у них есть сердце, глаза, уши, у них есть жажда жизни, радость жизни, посмотри на них, как они радуются. То же самое касается людей. Ты абсолютно права. Настоящий Бог никого не будет мучить в аду, но каждый получит по своим делам до времени. До какого времени? Может быть и вечности, никто не знает. Когда безумный человек поймет, что он неправ, что он зло творит, и от этого зла сам створодает. Когда? Я могу тебе дать ответ? Я не знаю. Бог такой мог? Конечно нет. Вот то, что ты знаешь, ты знаешь правильно. Вопрос. И это не Бог. И это не важно, что кто там в Библии написал. Это не Бог писал, это люди писали бумажки. Причем грешники зачастую. Ты посмотри на их написание. Кто бы там Моисеем праведником не называл, и якобы Бог его называл кем-то, даже некоторыми хорошими словами, это лишь люди написали. Бог не такой. Иисус обаяне крестителя, о котором сказать-то как христианину сказать нечего плохого, обаяне предтечи, Иисус сказал прямо о нем, что меньший, самый маленький человек в небесном царстве, больше Иоанна крестителя. Самый маленький в небесном царстве. И запомни, понятие рай и царство небесное, спасение и святость или совершенство, покаяние и сотворение плодов достойных покаяний. Это разные вещи. Нетворение зла и творение добра. Это разные вещи. На эту тему у меня тоже есть видео. Спасение, раскаяние или покаяние, рай. Это слова одного порядка. Соответственно наоборот, совершенство, царство небесное, сотворение плодов достойных покаяния. Не нетворение зла, это рай, а творение наоборот добра максимально. Это христианство, это совершенство. Так. И мне страшно, когда я пишу все это. Это же противление Богу. Да это не противление Бога, это противление тому бреду, которому ты заквасилась. Я могу сказать, что раз в тебе есть противление, то у тебя есть шанс на счастье. А почему Бог ты так сделал, а не так? Ну, у тебя противление не Богу, судя по тому, что я читаю, у тебя противление той блевотину, которую в тебя вложили. Разве я могу быть правее Бога? Конечно нет. Я хулительница. Раньше я вообще писала более худшие вещи, думала и говорила. Ну, если я знал, что ты писал, я бы сказал, может, он наоборот писал еще более мудрые вещи. Но это еще, потому что обычно, когда человек первый раз услышит о Христе, там, Евангелие прочитает, вы знаете, он бы мог пойти правильным путем, а вот эти псевдо-христианские религиозные секты, конечно же, уводят человека в такие бредни, на такое дно ада спускают, что потом оттуда немногие выкарабкиваются. Но это еще начало, так скажем. дорогие, час 30, а мы только полсообщения прочитали. Я еще любила конспирологию, так, ну там, знаете, альтернативная история, плоская земля, закопанные города, уничтоженная великая цивилизация, все такое, меня это немного отвлекало. Но потом оказалось, что конспирология далеко не только про это, а про сатанизм, иллюминатов, масонов и их преступления, о том, что творится в мире, о химтрейлах, о том, что, скорее всего, все те, кого мы видим в телевизоре, политики, артисты, все они либо сатанисты, либо забесовленные, либо клоны, либо роботы, либо рептилоиды, рептилоиды равно Лео, равно демоны, бесы, которые влезают в человеческие тела или достраивают их с помощью голограммы. Это надолго сломало мой мозг, ломает до сих пор. Я просмотрела кучу роликов на эту тему. К слову, я сейчас не про Андренохром, который так муссируется. Это, скорее всего, вброс специальный. А так давно известно, что жертвы сатане приносят. Но я посмотрел столько видео, где звезды или политик странно себя вели, где были странности с их телами. Я даже сама на днях стал изучать фотографии, видео своих знакомых или тех блогеров, за которыми смотрю. Слушайте, это беда. Это беда. Я почему так тоже настроен? Вот сколько я смотрю блогеров? Пустое, все пустое. Вот эти плоские земли, рептилоиды. Вот это что это дает людям? Какую вы им пользу несете? Вот вы несете все это. Ну, понятно, что мир лежит во зле. Что толку-то об этом? Что вы им говорите? Тысячами этими роликами выпускают. Тысячами. И миллионы просмотров на этих роликах. Они приближают детей Божьих к Богу, к святости, к совершенству. А от малого возраста к большому? Нет. Ты правильно себе пишешь, что они сломали тебе мозги и продолжают ломать. Какой я тебе могу дать совет и тебе подобным? Кто на это попался, кто в это вляпался, оставить все это. Оставить. Все люди на земле, все творение Божье, что бы оно ни было, даже если окажется, что существует какое-то НЛО, все это Божье творение. Все. Сатана это не анти-бог. Нет никакого злого Бога. Бог есть всячески во всем. Этот Бог любовь. Все и все проницающий. Зло в мире существует только потому, что его творит кто-то. Когда его перестают творить кто-то, оно просто исчезает. Его просто нету. У зла нету сущности. Наше дело являть в этот мир любовь. Да, много зла. Но надо к этому относиться. Конечно Иисус тоже нас предупреждал. Явится лжехристы, лжепророки. Посмотрите на Евангелие. С какой оно простотой, с каким контекстом все подавалось. Ты же сама пишешь, что люди зацикливаются на этом. Люди сходят просто с ума по этому. Так тоже нельзя. Я конечно тоже кое-что смотрю, кое-что знаю. Разве суть это проповедника? Разве Иисус об этих рептилоидах говорил? Бог явился во плоти. Всегда встречай все с Евангелием, даже с тем, который сейчас сегодня имеется на данный день. Даже оно всегда сможет человека удержать на неплохой действительно планке. Даже той Евангелии, которая до нас дошла, пусть в современном варианте мы имеем в разных переводах таких известных синодальных допустим и Новый Русский достаточных двух для сравнения. Вот это все вот это что тебе даст рептилоиды сатанисты все ангелы они падшие они были когда-то светлыми и когда-то ими обратно станут. Каждый человек вкусит плоды своих дел и каждый вкусив какашку выплюнет ее обязательно. Все всему свое время надо думать о том что я могу принести какой свет в этот мир чтобы эти люди увидели свет ну а таких вот просмотров куда мы катимся во что нас несет и чего мы достигаем ничего хорошего. полтора года назад я узнала про начертание антихриста ну слава богу как раз не хватает до полной вишенки на тортике вы говорите что это будет неизвестно когда конечно я говорю но многие христиане верят а разве Иисус не говорил что это неизвестно когда будет значит Иисус не говорил когда это будет а христолюб должен говорить а эти проповедники говорят но многие христиане верят что это будет где-то в 2028 году но если ты изучала хоть немножко историю христианства пусть и псевдо христианство и возможно псевдо история то ты бы узнала а если ты действительно хорошо бы знала хотя бы новый завет то вообще это еще Павел о себе писал что он будет в числе тех кто увидит Иисуса Христа во второе пришествие и что он будет не воскресать из мертвых а изменится тебе привести дословную цитату Павел во втором послании Коринфян пишет не все мы умрем не хочу вас братья оставить в неведении об умерших не все мы умрем но все изменимся при гласе архангела при при громе трубы мертвые начнут воскресать а мы он пишет он себя причисляет не к воскресающимся он не считает что он умрет он говорит мертвый будет воскресать а мы мы Павел о себе говорит мы он от первого имени пишет послание а мы изменимся и в его второго пришествия вознесены будем к нему навстречу по воздуху и так всегда с Господом будем ну прошло две тысячи лет Павел умер и оказывается он будет не изменяться а воскресать Павел соврал или как Павел тоже верил верить никто не мешает вере это не ложь ну верил тоже а почему он верил а потому что Иисус действительно не сказал точной даты а вот тут почему-то верит в 2028 год да я их в принципе-то и уличить не могу в зле ну пусть верят но это всего лишь вера Павел верил что он тоже дождется и изменится при втором пришествии Иисуса Христа Петр еще когда Иисус только воскрес уже его спрашивал не в это ли не в сей или время устрояешь Царство Божие на земле а что ему Иисус ответил ты не об этом думай это вот достаточно вот этих вот моментов чтобы действительно понять а мы вообще Иисуса слышим или нам все до лампочки что мы в Евангелии прочитали он говорит ты за собой смотри святую жизнь введи и эту святую жизнь проповедуй я сейчас своим словам более что еще чуть-чуть размазать картинку ну верят они что пройдет вот увидишь сегодня 20-й год 8 лет пролетят незаметно и ничего не произойдет ничего не произойдет я так одним глазком посматриваю там за теми кто там третью мировую все время предсказывает каждый год что-то они там предсказывают приходят антихристы начертания биометрию и ничего не происходит и ничего и им все до лампочки и ты хоть уличай сейчас хоть видео есть можно действительно безумие их не показывать кто-то сохраняет я видел нарезки делает и слава богу да в этом плане они говорят у них язык без костей да он мелет все что в голову взбрело а в голову взбревает все что угодно да входит и это все выходит да и все это блевочину и зарыгают на детей божьих и что ничего не происходит сколько лет уже это я тебе так напомнил про Павла как самый яркий случай а если ты даже даже той истории какую есть неважно за какую почитать там альтернативную кто-то ее считает истинной кто-то лживой ну ты почитай даже в интерпретации православия ктолизма протестантизма историю церкви каждое поколение я не говорю каждое столетие каждое поколение ждало второго пришествия с Христа куча находила просто безумное количество доводов аргументов фактов явных претендентов на место антихриста на царство антихриста и ничего и ничего и все в том же и все движемся и движемся так где мы тут остановились есть ролики на эту тему это связано с образованием Израиля ну что я могу вам скинуть а до этого времени должен еще антихрист 3,5 воссесть если ты не в курсе то еще во время Византии Иска империи где вот эта вся псевдо христианская ортодоксия возникла и так скажем бушевала я так назову да на самом деле христианство с появлением Византии окончательно умерло настоящее учение Иисуса Христа вот именно византийская эта империя его уничтожила окончательно но при этом во время этой византийской империи если ты не в курсе я тебе просто расскажу а дальше ты заходишь сама информацию найдешь вообще-то были попытки построить очередной раз восстановить храм Соломона узнай что было но попытки реальные были как ты думаешь люди которые жили в то время там нам тоже за голову брались а реальные попытки его строить начали узнай эти вопросы когда это было ну вот официально там я говорю я уж честно подзабыл какой-то век шестой седьмой ну где-то так далекое прошлое за полторы тысячи лет пусть до сегодняшнего дня лет через 500 после Рождества Христова да там ну это опять предание да что там что там гром молния в общем не сбылось это их его же до сих пор нету но попытки-то были ну и что что Израиль там государством признали а но вон с Палестиной там и никогда им просто так не дадут там ничего сделать ну сколько это еще продлится да может и тысячу лет ты посмотри какие в СССР были эти по Антихристу фетиши посмотри в царское время в России в то же самое какое было посмотри что в Америке творилось в Европе да каждого папу тоже Антихристом именовали не только в наше время еще в стародревней на самом деле много было за что да судя по тому что они вытворяли ой Господи помилуй а это до времени должен еще Антихрист три с половиной года тут я немножко не понял до какого времени там три с половиной года после его его царства само будет вот возможно это будет явлено типа через НЛО типа потому что нет никакого НЛО это бесы ну так и есть никакого НЛО нету ну в том вообще НЛО не опозначил летающий объект ну и что мало ли что помилящилось в природе столько явлений но я сама раньше верила в добрых пришельцев я говорю ты не обижайся я стараюсь все это с юмором немножко чтобы и у тебя и у других поднялось настроение потому что все это бред бред в том плане что это никак не должно угнетать человека в его христианской жизни это все знаешь вот такая одна большая какая-то цепочка в которую вот человек окутывают связывают ей у него одно за другое цепляется и все и человек в этой лжи окутывается по всем параметрам по всем сферам он на все остальные вопросы смотрит криво у него все не через эту призму и у него все кривое как говорят кривое правило ничего не выправит так вот это вот а теперь узнала что среди них или посредством их явится этот самый антихрист ну да они могут войнушку разыграть на небе что типа вот Иисус победил злых рептилоидов и дракона и будет он как на иконах и таким образом люди подумают что это второе пришествие но я отвлеклась начертания оказывается нельзя подписывать обработку данных даже я сейчас а сейчас ее требуют даже при установке приложения на телефон я и раньше столько раз подписывала естественно ставят естественно ставят через биометрию получения карты мир к примеру или вот как сейчас умно придумали запустили эту шнягу с коронавирусом надели на людей намордники посадили всех по домам запугали и стали мерить температуру везде в Китае вроде это уже было а теперь повсеместно я была просто в ужасе ведь прямо в лоб тыкают кто знает а не решили ли это таким быстрым способом всех поместить побыстрее ведь в биометрию мало кто сдает а вакцину тоже сделают она либо убьет и сделает еще больше болезни либо в ней наночипы запускающие эту метку которая запустит через включение высших 5G ты знаешь понятно я несмотря на весь смех зло конечно существует люди обезумели всегда были безумны начиная с Адама с Евой которые начали творить зло но это не повод сходить с ума конечно же коронавирус это чушь собачья конечно же если будет что-то там предлагать колоть если это можно всячески надо этого избежать ничего в себе не колоть никому ничего не позволять там на себе желательно конечно мерить надо свою жизнь конечно как-то устроять но опять же смерть ну если в вакцине просто смерть да и ну что тебе ну помрешь ты раньше чего тебе ты веришь в вечность ты веришь в Бога ты живешь святой жизнью чтобы желать туда попасть и я говорю свои два таланта получить за них еще два еще тебе пять еще пять те которые ты заработал реально их в материю реализовать и еще Бог тебе навалит то что других заберет enment еще очутишься с такими же богачами как ты ты в это вообще веришь что бояться смерти это раз ее бояться не стоит если ты действительно веришь познал истину веришь в бессмертие любовь к свободу но веришь ты в них или не веришь ты все равно умрешь рано или поздно и все равно все это узнаешь так зачем терзаться обрети полноту счастья в мире с этой истиной живя с этой истиной ты бессмертна что тебе телесная смерть ничего. По поводу каких-то нананчипов. Никто не способен влиять на человека. На того, кто не хочет на кого, чтобы что-то влияло. Все знают, что цыгане зомбируют людей. Я с детства, я жил рядом с рынком, а живу даже сейчас до сих пор опять в местах моего детства. Я с детства с цыганями общался, видел, как они при мне, да, оболванивали людей. Я подхожу, и мне ничего не могут сделать. Меня пытались гипнотизировать с детства. Я там тоже мама меня водила к разным врачам по некоторым хроническим заболеваниям. И меня не могли загипнотизировать. Ни в детском, ни в юношеском, ни в зрелом возрасте. Почему? Потому что я не хочу этого. Ну, хотите, как слово «не верю», я не хочу этого. Я человек, который я. Я из себя испускаю то, что я хочу и принимаю то, что я хочу. Все. Никто на тебя никак не может воздействовать. Ты – царь своей жизни. Ты – король. Ты – управленец. Ты – я есмь. Ты – бог. Ты – тот, кто ты есть. Это раз. По поводу всех тех наночипов. Не дошли до этого ни технологий. Все, что там показывают, наполовину выдуманные фейки. Да, когда-то это будет. Но в мире нет ничего плохого. Вопрос, в чьи руки это попадет. Книгу «Откровения» в 13 главе четко описаны эти события, когда будут эти там все начертания. Люди будут принимать их добровольно, зная, что это такое. Будет сказано об этом. Это никакие не тайные там ляпы, шляпы и вкалывания. Это будет связано с поклонением, с принятием царства антихриста, его устоев, его царя. Там об этом все четко сказано. Поэтому до этого еще очень далеко. Более того, до 13 главы надо еще дожить. Тебе я рекомендую. Хочешь, смотри, хочешь, нет. Как я сказал, на канале Христалю Библии Чтения и Писаний у меня целиком есть Библия, есть естественная книга «Откровения». Пожалуйста, если хочешь, посмотри. Книга эта описывает последовательно в хронологическом порядке сбывающиеся события вот этих времен. Далеких, недалеких. Уж понятно, точной даты я сказать не могу. Мы видим, что эти события еще не происходили. Ни одно из событий книги «Откровения» еще не сбылось. Мы не вошли даже в рубеж в эпоху книги «Откровения». Это очевидно с первой печати. Хочешь узнать, пожалуйста, я тебе не заставлять ничего, не аргументировать, ничем-то подоплечь не могу, кроме того, что ты станешь просто счастливой, освободишься от всего этого бреда. Да, надо включать мозги. Да, надо быть умным. Да, надо за кое-чем следить, посмотреть. С ума сходить не надо. Если ты сама говоришь, у тебя мозги плавятся, как плавленый сырок, то надо с этим завязывать. По поводу всех этих вышек 5G, ты про мою жизнь, когда узнаешь, я в деревне жил, так у меня 2G там не работало, хотя вышки по кругу были. Какая-то была зона, и ничего не работало. 5G работает всего на несколько десятков метров, в этом ее проблема. Большие города будут окутывать еще не один десяток лет, замучиваются это оборудование ставить. И что дальше-то? Ну и что? А ты сейчас в 4G живешь, а 5 лет назад мы в 3G жили, а 10 лет в 2G жили. Ну и что? Что тебе 5G-то? Что оно? Ты понаслушал всякого бреда. Порой этот бред вообще недоказуемый. Наверное, вы сидите с фейс-палмом. Да, я понимаю, я понимаю, как это выглядит со стороны, но есть много каналов на эти темы, есть много людей в это верящих. С фейс-палмом я не совсем понял, что это такое, ну что-то лицо. С фейс-палмом я не понял. С фейс-палмом что-то такое, я не понял. Напишешь мне отдельно этот секрет, что это за сфейс-пайл. Мне 25 лет. Я с высшим образованием даже. У меня есть скептическое мышление, но это мне не помогает. Ну, что я тебе могу сказать? Я тебе сочувствую. Это постоянно в моих мыслях. Что бы я ни делала, на фоне всегда эти ужасы. Мне страшно. Я плачу очень часто. Я погрязываю в навязчивостях, чтобы как-то снять тревогу, обсессивно-компульсивное расстройство. Молитвы мне не помогают, потому что я молюсь тому, кого дожу тебе. Это беда вообще. И понимаю, что я веду себя плохо, и что Бог может в любой секунду забрать мою жизнь, и я окажусь в аду. И мне страшно. У меня в мыслях такая хула, и робот лезет. Юленька, мне тебе искренне жалко. Несмотря на всю мою этот смех, эта реакция, знаешь, я всем говорил, мне хочется на обратной реакции. Ну, это же бред. Вернее, я знаю, что у людей есть всякие. У меня есть разные люди в окружении. Я знаю, что есть кое-что на психическом. Я не отрицаю психику. Точно так же, как есть люди, рожденные с телесными увечьями. Это все есть психически. Это то же самое тело внутреннее, душа ее называют, которое имеет свои тоже отклонения или, так скажем, какие-то, наоборот, сверхспособности. Все это, конечно, есть. И, ну, опять же, ты вот сама пишешь в этом своем сообщении, что ты сама себя до этого доводишь. И одно дело... И причем ты это осознаешь. И поэтому я считаю, что человек, который это осознает, должен хотя бы что-то с собой сделать. Вот ты сама пишешь, что тебе 25 лет, у тебя высшее образование, есть даже критическое мышление. Это же вообще замечательно. Или как ты написала? Скептическое. Ну, скептическое и критическое, надеюсь, у тебя есть все это. Да, и здравое мышление. Вот. Вот именно по сообщению чувствуешь, что ты в здравом уме надеешься в таком же теле. Оставь все это. Я не говорю одеть розовые очки и забыть обо всем, что в мире творится негодного. Но надо как-то сбалансировать свою жизнь. Надо познать истину. Там ты не познаешь. Смотря своими днями фильмы о начертании рептилоидов и НЛО, в каком мире ты будешь пребывать, о какой истине ты будешь знать, куда ты будешь идти. Все должно быть в миру. Баланс, равновесие должно быть. Это очень важно. По поводу Бога, я надеюсь, я тебе кое-что уже открыл. Это твой тоже выбор. Принять вот этого демона, сатану, который очень часто проповедует, который, да, всех людей в аду на бесконечность закрывает, животных позволяет убивать, который дал чувство. Вы вдумайтесь в бред, что Бог позволяет убивать животное, которому дал чувство, чтобы оно чувствовало боль или радость, или удовольствие, радость жизни и страх смерти. Это же бред. Это же бред тупых людей, которые не познали истины. Это то же самое. Иисус никогда не говорил, что Бог Отец будет кого-то там на вечной муке закрывать и ключ выламывать и выбрасывать. Иисус говорил, что каждый будет страдать ровно столько, сколько он захочет, чтобы познать истину. Я думаю все же, что мне много и бесы посылают, а так не знаю. После того, как помолюсь, часто мне еще хуже, потому что не каждый, кто говорит Господи Господи, попадет в небесное царство. Но это правильно. Что толку от этих молитв пустых, если ты в теории не утвердилась. Еще про начертания. Я уж думала год назад бежать на смерть в лес. На самом деле, от многих проповедников слышала, что бежать нельзя, что это грех, что это недоверие Богу. Но я и трусиха, и надеялась, что может обойдется. По поводу бегства. Во-первых, как такое можно говорить, если сам Иисус говорил, по крайней мере, если верить тому же саму Евангелию, которое у всех у нас в современном мире имеется. Иисус говорил, если вас бьют в одном городе, бегите в другой. Разве так не делал сам Иисус? Где угрожал ему опасность, он больше переставал ходить по тем местам и проповедовать в том же самом Иерусалиме. Разве так не поступали его ученики? Еще как поступали. Мы видим, постоянно бегали. Поэтому это никакой не грех, не доверие Бога. Это нормальная реакция человека, который не хочет страдать. Так. Но я трусиха. И вот это коронавирус. А вдруг обязательно вакцинация? Или везде будет температуру мерить? Я очень боюсь. Я и концлагеря боюсь. Куда повезут всех непринявших? А иногда страшно. Я же подходила к банкоматам. У меня точно ничего нет. Вопрос. Я МРТ головного мозга делал, когда еще ничего не знал об этом. Тут сразу несколько моментов. По поводу вакцинации. Я говорю, конечно же, в идеале я сам протестант. В этом плане я против зла во всех его проявлениях. Конечно же, все вот эти коронавирусы, данные сейчас реальных, ограничения человеческой свободы. Понятно, кому это надо, что они к чему ведут. Тут надо, конечно же, мирными, сколько можем, протестами, несогласием, как минимум, противлению мирному этому всему. Да, выбирать, менять работу при желании, при возможности, при желании. Надо это делать, если где-то там такой же у вас чеканетом начальник, да, на это все ведется. Есть здравые люди, их достаточно много. Вот. Не все так страшно, как вот Эру молюет в этих фильмах-то, а в реальности жизни полно здравых людей. Многое делает все для буквы, там у тех, у кого голова едет. На средних уровнях у людей нормальная голова, они делают многое для отписки. Ты сейчас заходишь, казалось бы, там ввели масочный режим. Ну, в одном магазине, там ШИЗА, и там заставили охранников следить за этим, да. Тебя уже при входе, тебя не обслуживают на кассе. В другие магазины заходишь, ну, висит табличка на входе для формальности, чтобы их не оштрафовали. Ну, все спокойно ходят без масок, тебя спокойно обслуживают на кассе, ты спокойно выходишь. Здесь то же самое. Я уверен, я убежден в этом, из-за природы бытия, которую я познал, что Бог до конца времен, как это мы видим в той же самой книге Откровения и слов самого Иисуса, что до последнего времени, до самого его второго пришествия, Бог всегда сбережет тех, кто на него полагается. И у человека всегда будет выбор. Царство Антихриста это не будет царства такого вот прям полного контроля, так скажем. Поэтому с чем можно, надо как-то бороться. Я на самом деле не говорю, что я вот прям все считаю это плохо, кто там что записывает ролики. Нет, все должно быть с рассуждением и с балансом. Это нормально, что люди пишут эти ролики о коронавирусе, там том же самом, в современном реальности их сейчас говорим. Показывают ложь какую-то, делятся какой-то информацией. Это хорошо. Но просто относиться к этому надо спокойно, ровно. Вот именно ты узнал и воспользуйся этим. Узнал, что там где-то лазейка есть в законе. И воспользуйся этим. Спокойно передай другими, поделись. Не надо от этого с ума сходить. По поводу, что там дальше было там, хотел сказать. А, этих концлагерей. Ну, знаешь, с концлагерями как раз намного проще. То есть, все концлагеря, гетто, вот именно с тебя, получается, реально дали право, вот ты типа выбирай, либо мы тебя в тюрягу. Ты знаешь, за такое дело святое пострадать. Знаешь, одно дело, как Петр действительно хорошо писал, одно дело, когда вы страдаете за грехи, ты там убил кого-то, сидишь. А знаешь, отсидеть за то, что ты, ну, за что тебе? Если нас начнут сажать за такой бред и вообще меня, вот, допустим, за то, что я скажу, я не буду вакцину делать, да, и, допустим, я не то, что на работе там не отказался, потому что, или не могу отказаться, потому что мне там семью кормить надо, и тут вообще все тяжело, а вот я вот сейчас пока свободен, там не скажешь, нет, я к тебе домой приду и закон сделают, и я обязан, не имею права не открыть. Если я не открою, уже тогда придет не медицина, а полица и тебя посадит. Скажу, пожалуйста, честно, потому что, да, я посижу там, да, если меня будут уже вкалывать привязанным ремнями к какой-нибудь там койке сумасшедшего, ну, значит, я-то со своей стороны чисто, а Бог уже всем этим управляет. Я делаю все, что я могу. Я не пустил медработников, я из над какие-то отказы напишу, я не буду открывать полица, им пусть они двери ломают, да, вот, они не правы, я прав. Я им ничего не должен, да, я не должен эту заразу в себя колоть, вот, это нормально, вот, ну, опять же, ну, увезут нас всех, ну, смотри, сколько хороших людей ты там найдешь, вот мы здесь все разбросаны, как эти светильнички по всему миру, а там все встретимся, ну, ничего, баланду пожуем, пару лет, что ты переживаешь-то, ну, койка будет у тебя чуть потверже, чем дома, мы дома не на суперперинах спим, ничего, поспим мы на деревянных тахтах, ну, поболеем, чем там болеем, тифом, воспалением легким в таких ангарах, ничего, переживем, люди не такое переживали, тем более, будет поддержка, а заболеешь, умрешь, так и, что, в царство небесное, чего переживать-то, если ты веришь в любовь, свободу, бессмертие, бесконечность жизни, что это лишь этапы жизни, что ты через эти этапы жизни светишь и злым людям, чтобы они быстрее познали, да, ну, чё, мне вот как-то тяжеловато отвечать на такие вопросы, ну, как правильно, не знаю, но все это вот слабость, все это неверие, ну, фундамент есть, любовь, свободу и бессмертие, на нем открывается вся жизнь, и конкретно, просто я же не могу за все поступки, как я себя буду вести, вот они вошли в дверь, хорошо, я могу всечь так, что человек просто на тот свет отправится, буду я это делать, ну, нет, буду я просто так даваться, нет, я буду общаться сначала, кто знает, ко мне, что-то недавно там с этим коронавирусом подходили, как-то на улице полицаи, я достаточно жестко и твердо общаюсь, и не позволю к себе силу применять, может, я как-нибудь так, ну, отодвину, ну, или, может быть, что-то погрубее сделаю, ну, я говорю, я могу убить одним ударом, буду я этого делать, нет, убивать я не могу, грешник, он же сразу в ад полетит, как я его могу убивать, нет, но я и просто так не сдамся, да, голыми руками меня не возьмете, что-то вот так вот будет, как Иисус, заметьте, его хотели с горы скинуть, он увернулся, ушел, его хотели камнями побить, он увернулся, ты уж убегать нельзя, ну, посмотри хотя бы на ту Евангелие, которая до нас дошла, он лишь отдался им в руки, когда пришел его час, прийти сед, если я уже буду видеть, что все, ничего не помогает, я и говорю по-понятному, скоро, слушай, дорогой полицай, у тебя нет надо мной власти, ты не имеешь права, я буду разговаривать, я буду от себя отталкивать, я говорю, ты почему, камни в дом, почему дверь сломали, на каком основании, я буду жаловаться куда-то, я буду писать, будет мобильник, я буду YouTube записывать, я буду жить, я буду бороться, я буду светить, этот свет будет делать меня счастливым, я понимаю, что я свечу, я не буду им грубить, я не буду их убивать, я не буду ломать им руки, ноги, челюсти, хотя я могу это делать очень легко, я не буду этого делать, я буду светить, может, виду это будет, я говорю, жалко, мы все, вот мы не видим с вами Иисуса, как он там в дебоши устраивал в Иерусалимском храме, это же тоже свет, да, как он это делал, то есть мы будем вот светить, этот свет со стороны не всегда будет казаться прям явным проявлением такого света, ты же не прям как овца сразу взял, да, но если уж до такого дойдет, и ты видишь, что да, ты можешь только либо убить, либо тебя, ты выберешь, чтобы тебя, так правильно, так истинно, так любовь, это и есть любовь к врагам, когда ты не его лишаешь жизни, а уже, да, склоняешься, когда уже все, человек совсем безумный, но если есть шанс, хоть маленький, ты скажешь, Иисуса связанного бьет в лицо этот некий воин, да, он ему все отвечает, если я не прав, скажи, в чем я не прав, а если я прав, ты за что бьешь меня, то есть вот так надо общаться, это все мы видим в Евангелии, по поводу МРТ, по поводу МРТ, там все это, ну, про поводу медицины, я говорю, в сейф принципе тоже, конечно же, и мое настоятельная рекомендация, от чистого сердца, по возможности вообще, от медицины воздерживаться, ну, зубы заболели, с горем пополам, куда-то там можно сходить, полечить, вообще к медицине надо очень осторожно, по максимуму избегать ее, потому что это ложь, профанация в основной своей массе, это абсолютное незнание, это фикция, это фейк, вот, она вся построена на крови, на страданиях, на слезах животных, людей, вы знаете, сколько, что половина медицинских открытий на современной, в современном мире, 50% важных открытий, которые сейчас мы пользуемся, сделаны были именно в концлагерях, фашистской Германии, ну, естественно, Польша, там, неважно, где лагеря были, но, самой Германии, Италии, вы об этом знали? Вы думаете, такая медицина дает человеку благо? Нет, нет, все там только по телевизору, пропагандисты рассказывают, какой-то там успешной операции, ну, нам не рассказывают, что через три дня человек умер, нам никогда не расскажут, нам только расскажут, что там, да, что-то там сделали, типа, вчера, правда, черепушки обезьянки вскрыли, сначала научились, а потом якобы человеку, не такая медицина ничего не даст людям, никакой пользы, а мои родители, маме я говорила, но она в это не верит, она карту мира взяла, а папа, оказывается, сдал биометрию, а я ему год ничего не говорил, я трусиха, и понимала, что папа не поймет меня вообще, а боязливых и неверных ждет, от озера огненное, так, во-первых, еще раз я скажу тему, которая сегодня не касалась, это реинкарнация, это переуплощение человека, в разные, кожаные вот эти вот одежды, псевдо христианство, отменяет реинкарнацию, настоящее христианство, истина, не то, что не отменяет, не то, что отменяет реинкарнацию, она ее исповедует, если ты захочешь, я дам тебе конкретный ролик, я записывал, сам Иисус подтвердил, и рассказал нам, что реинкарнация есть, реинкарнация согласуется, с самой истиной, и с любовью Божией, и с его промыслом, о воспитании человека, если тебе интересно, и тем, кто меня слушает, но не знаком с этим, я могу отдельно, это все есть в плейлисте, вы можете найти на канале, «Христалю проповеди» и «Голос выпьющего в пустыне» в плейлисте «Бытие», ой, я уже два часа болтаю, да? В этом плейлисте я можешь найти, ну или я отдельно могу накидать их все, я не стал под них делать плейлист, но может быть все-таки стоит, наверное, может как-то выделить, потому что набралось там роликов, наверное, пять точно, их можно, ну, чтобы проще делиться было, вот так, не отдельно. Реинкарнация существует, это наша жизнь, души нигде не спят, все души живые, человек, когда расстается с этим телом, он ни на секунду не теряет сознание, Богом все живет и движется, существует, Бог живой, это пойми раз, поэтому, кстати, те же самые перерождения, ты говоришь, дед, еще до вечных мух надо добраться, до второго пришествия, еще не раз мы на эту землю приходим, и у нас есть шанс исправиться, почему? Потому что Бог есть абсолютная любовь, но сегодня я в рамках этого видео о реинкарнации говорить больше не буду, если захочешь, я сброшу, если у тебя что-то загорелось в сердце, можешь послушать, если нет, конечно же, заставить тебя я не могу. По поводу мира всех этих, я, у меня есть все документы, у меня есть заграничный паспорт, я сдаю все, что только можно, я жду не дождусь, когда выпустят единый паспорт в Москве, а потом и на всех распределят, я его получу первым, ну, в Москве я не в Москве живу, хотя, может, в то время, где буду, не знаю, потому что я хочу поменять все документы, я еще публично об этом не говорю, твой ролик сегодня будет в этом плане уникальный, я хочу свое имя поменять, имя Дмитрия, на имя Христолюб, официально, и для этого ничего сложного нету, но так как у человека сейчас вот столько вот документов, это связано будет с такими хлопотами, вот, я жду не дождусь, когда выпустят этот единый паспорт, единую карту, где будет и паспорт, и права, и полис, и пенсионная, и что там еще только не напихают, еще было бы хорошо, что там из-за гранба был бы один вариант, вот, чтобы когда поменять, я как раз и тогда поменять имя, чтобы просто не бегать, не менять тысячу документов, вот, на эту тему у меня тоже есть ролики, ты пойми, мы не в 13 главе живем, это все ерунда, никому никакие печати не ставят, никак на человека влиять, если он этого не хочет, никто не сможет, по поводу твоей боязливости, говорить, конечно, то, что ты думаешь, один раз надо точно людям, этому учил Иисус Христос, то есть, приди в любой дом с миром, скажи им истину, но если тебя не слушают, ты, как Господь сказал, ты невиновен, то же самое, еще очень много говорилось в пророке Езекииле, там, прям, Бог постоянно, если ты говоришь там праведнику и грешнику, а он не слушает, то на тебе нет греха, да, Яков, кстати, вспоминает именно, вот, пророк очень много, а если типа не говоришь, то его грешник умрет, и праведник согрешивший за свои грехи умрет, и будет, да, как ты уж мучишься вечно в аду, ну, и ты за него ответишь, поэтому один раз ты можешь сказать, ты можешь со своим папой, ты обязан просто с ним поговорить, допустим, рассказать, или у вас за это разговор зашел, да, если вы общаетесь, у вас там какие-то простые, нормальные отношения, человеческие, да, и вы общаетесь как друзья, а не как родители с бестолковым ребенком, тогда, да, там, конечно, кто тебя слушает, и вообще даже, может, я об этом не спрашиваю, ты ни о чем в жизни интересуешь, только так, как ты поела, да, как бедненькая поспала, вот, то, то есть, если у вас это естественно происходит, то вы общаетесь, то ты свидетельствуешь об этом, вот, ну, тут уж я говорю, какие родители, мы за них не в ответе, ни дети не в ответе за своих родителей, вообще никто ни с кого не в ответе, это в той же самой пророке Езекииле, очень много сказано, там вся по этому поводу открыта истина, на канале у меня все эти есть книги, пожалуйста, хочешь, посмотри, я все не просто читаю, если ты видишь, как я отвечаю на твой вопрос, я как предисловием к Библии вообще говорю, что кто со мною один раз прочитает всю Библию, тот никогда прежним не останется, и вот я постоянно живу в таких страхах, алкоголь не помогает, ну да, еще не хватало удариться, под ним мы с другом об этом всем и начинаем только говорить, тем более мое здоровье уже не позволяет пить, транквилизаторы тоже не помогают, слава Богу, что тебе это не помогает, потому что можно и выпить немножко, Иисус пил вино, в этом нет ничего страшного, но если ты хочешь залиться им, или транквилизаторами заглотаться, то для того, чтобы об этом забыться, это плохая мысль, от нее надо уйти, тебе надо просто обрести истину, и утвердиться в ней деятельной жизнью, мне страшно, что они правы, меня страшит Бог Библии, ну, если ты веришь в это, тебе страшно, ты веришь, что они правы, но это не так, Бог не такой, вот вы говорили, что ее люди писали, что я слышала, это я слышала, но тут же страх, а вдруг это хула на Библию, вдруг вас нельзя слушать, ну, не хочешь, не слушай, я говорю, живи, ты знаешь, истина, это Бог, Бог есть любовь, Бог есть радость, Бог есть мир, и вот посмотри на меня, несмотря на все, что я знаю, я же такой же, как и ты, мне открыты глаза, я все вижу, что происходит, я не закрываюсь от этого, я знаю по Библии, что будет, по словам Иисуса, по книге Откровения, я знаю, что было, я много историй изучал, всего этого, я вижу реальность событий, я не ушел в пещеру, не закрыл глаза, не одел розовые очки, но при этом посмотри на меня, на себя, дела и слова человека свидетельствуют о его внутренней сущности, я говорю, что я счастлив, и так и есть, ты говоришь, что ты несчастлива, и так и есть, ты говоришь это искренне, и я говорю это искренне, ты страдаешь, я благовествую всем радость и счастье, говорю, будьте счастливы, христианство, евангелие, это вот не о том, о чем ты пишешь, евангелие, христианство, истина, это о счастье, даже в аду, когда ты находишься, будучи святым, ты все равно будешь счастлив, потому что ты знаешь истину, ты в истине, ты сама истина, ты свет, радость и любовь, несмотря на все внешние адские обстоятельства, которые временно, все это и оставляет тебя в блаженстве, и ты в нем просто зависаешь навеки, уже здесь сейчас, ты реально вкушаешь вечность, ты реально здесь, сейчас на земле, погрузился, и оно тебе объяло, вечное благо бытие, посмотри на меня и на себя, и на тех, кого ты слушаешь, и просто реши для себя, ты хочешь быть счастливой, или до конца жизни, вот остаться вот с такой, ты сама несчастлива, никого вокруг себя не можешь делать счастливым, ты кому будешь писать вот такие вот сообщения, люди от этого будут не счастливы, нет, от меня становятся счастливее, ну или я хочу верить, но опять же, если они становятся, это их сложности, потому что они не хотят быть счастливыми, человеку, не хотящему измениться, помочь невозможно, еще великие мудрецы древности говорили, мое дело свидетельствовать, как Иисус и говорил, говорить, сеять везде, принимает человек, дает потом сам плоды, это уже не моего ума дело, ибо человек свободен, я не могу его палкой сделать счастливым, слушать, но тут уже страх, а вдруг это хула на Библию, вдруг вас не заслушают, но вас ведь мало смотрят, могли ли вас поставить на соблазнение людей, ну, ты можешь в это верить, может нет, я никем не поставлен, я вечно по жизни был таким анархистом, в плане, я обожал свободу, таким остался и познав, и познавая, и познав истину, поэтому за мной никого нету, мне не надо никого бояться, я благовествую истину в свободе, по поводу того, что меня мало смотрят, ну, такая жизнь, и ты знаешь, я уж не раз думал о том, чтобы оставить эту деятельность, в принципе, я сделал все, не все, что мог, можно и дальше делать, и, конечно же, когда проповедника, ну, прям лично мне говорили, и подобных, как я, понятно, в этом укоряюсь, в каком-то тщеславии, что вот, нет, ты знаешь, я тоже смотрю на моих каналах, практически нет никакого движения и роста, и я хочу оставить не потому, что я тщеславный, там, дай мне нужны там подписчики, или еще какое-то движение, я вообще не хочу никакого движения, я хочу не идти, не чтобы за мной кто-то шел, я хочу идти вместе со всеми, и пребывать в небесном царстве, и стараюсь для этого что-то, конечно, делать, но, когда ты не видишь своих плодов, своих дел, возьми реальную жизнь, ты что-то делаешь, а это не строится, ты ухаживаешь, поливаешь, окучиваешь, удобряешь, а ничего не растет, у тебя просто руки опускаются, конечно же, то, что мои каналы не двигаются, мои проповеди, в том, что я говорю истинно, и у меня нет сомнений, потому что я сам счастлив, да, я познал это истину, мне хорошо теперь везде, проповед, есть у меня этот канал или нет, смотри, смотри, мне вообще до лампочки, с одной стороны, что я не страдаю от этого, это говорят о том, что во мне нет этого тщеславия, или гордости, как это выдают, да, потому что каналы веду, я тоже не для этого, ну просто у меня уже нету роста, меня смотрят одни и те же люди, те уже познали, кто в истину, ну я знаю, и мне их слова даже поддержки, они не вдохновляют, потому что, ну они такие же, как я, да, я такой же, как они, и мы просто уже кайфуем от этого, как совместного общения, мы общаемся в телеграме, там, в ватсапе, в соцсетях, вживую с кем-то, да, или по скайпу, еще как-то в переписке, а роста нету, и ты задумываешься, а есть ли в этом смысл, Библию целиком я записал, я в этом чувствовал свою миссию, внутреннее побуждение Божье, это сделать, проповеди, на проповедях у меня достаточно, уже почти все вопросы, кем-ох я осветил, вон цикл, йога во Христе даже записал, ну еще, конечно, не все, понятно, есть желание кое-что записать, я все обещался записать, да, почему я не православный, чтобы все эти косяки еще больше вскрыть, и не в каких-то общих проповедях, а конкретно, чтобы можно было проще найти, там поделиться, конечно же, если, да, устаю, буду дальше заниматься, надо-то, конечно, такие мысли посещают, вот, а по поводу, конечно, суждений о том, что меня мало, меня смотрят, это не факт, что истинные, так может, как раз тогда это говорит о том, что меня никто не поставил, да, тех, у кого много поставил, но это неправильно так судить, много или мало, вот, христиан, больше там, мировая, мировая религия мира, да, но при этом не говорит, что она ложь, правда, в том варианте, в каком она, конечно, псевдо-христианстве мировое существует, это, конечно, ложь абсолютная, но это не говорит о том, что Бог не приходил во плоти, и не принес людям истину, опять же, это дело твое, вообще слушать, не слушать, вообще-то должна не на авторитет чего-то опираться, Библии, просмотров, это твое внутреннее я, которое говорит тебе, ты знаешь, что это такое, истина, где ложь, вопрос принимать это и не бояться, где страх, там нет любви, от страха вообще надо избавляться, от всех фобий, потому что они тебя делают несчастными, вот именно, у тебя куча сомнений, да ты делай так, как ты считаешь правильным, пусть даже мы вляпываемся, ну пойдешь ты за мной, как ты говоришь, вляпаешься во что-то, ну посмотри других, поспрашивай обо мне людей, забей что-нибудь в интернете, не знаю, что там на меня есть, конечно, я тебе от себя могу сказать, что ты никуда не вляпаешь, потому что я никуда людей не тяну, у меня нет ни организации, ни секты, я общаюсь в простоте, я что могу, даю людям, что хотите, берите, все, я от вас не требую ни материального поклонения, ни духовного, ни душевного, никакого вообще, я хочу, чтобы все люди были счастливы, а это счастье невозможно без вашей личностной свободы, без нашего равенства друг перед другом, поэтому, что, а если кто-то скажет, опять там в комментариях, любят всякие гадости писать, и это лукавые речи, мои речи подтверждаются моей жизнью, найдите свидетелей, кто от меня пострадал, хоть в каком-то плане, я об этом уж, кстати, не раз призываю, кто от меня пострадал, материально, духовно, душевно, кто, если такие люди найдутся, пожалуйста, если надо узнать правду, или они будут говорить, ведь вы знаете, лжесвидетелей, полным-полно, хотя и тех, кого смотрят, я порой просмотров столько же, хотя и тех, кого смотрю, я порой просмотров столько же, но они говорят, что не покаявшиеся и не отдавших свою жизнь Христу, ждет непрестанная боль в огне, что им не будет прощения, ну, пусть говорят, они будут там же, с такими же, как они, а это жестокие сердца, им будет прощение тогда, когда они покаятся, и покаяться можно везде, даже в аду, а ужас начертания в том, что если ты его получил, то все, надежды нет, не помилований, когда уже нет, ну, уже мы приходим к тому, что я уже много сказал, я сейчас просто почитаю, наверное, уже еще говорить, я все сказал, что думал, и меня возмущало, что сатане дана такая власть, что ложью такой, что люди вообще не понимают опасности, просто стана всех людей метит, тем самым меняя им ДНК, ну, это вообще бред по поводу ДНК, смены ты фильмов пересмотрелась, они становятся как бес, а бес идут в озеро огненное, я не могу поверить, что реальность настолько ужасна, мне так важно верить, что все будет хорошо, так верь, а тут получается, что хорошо будет только малому количеству людей, ну, на какое-то время, да, потом их будет больше, в книге Эздер написано, вот заметь, ты за все сообщение, ты знаешь, я вот все равно, я на такие вещи обращаю все внимание, все равно, чем живет человек, вот ты ни разу не процитировала Евангелие, ты ни разу не процитировал Иисуса Христа, это очень важно, это кажется, обрати внимание на себя со стороны, я тебе просто помогаю, ты ни разу не процитировал, сколько я сегодня раз вспомнил Иисуса Христа, цитат, поступков, апостолов, ты ни разу не вспомнила Иисуса Христа, ни разу, по-моему, но ты два раза оперлась на книгу Эздера, причем каноническая, которая даже по всем сектам, всего лишь одна первая книга, остальные даже не канонические, не являются каноническими, ты ни разу не оперлась на слова Иисуса Христа, но мы называем себя христианами, учениками Иисуса Христа, но мы цитируем Эздеру, этот век сотворен для многих, а следующий для немногих, и надеюсь, что будет хотя бы уничтожение грешников, и я надеялся, что будет хотя бы уничтожение грешников, но ты имел в виду, что ты, наверное, хочешь, чтобы полюбить, чтобы они не мучились, но нет, они будут жить вечным, будут мучиться в аду, но я уже тебе все ответил, это твое право, во что верить, в Бога Сатану, или в Бога Любовь, это не говорит, что Он гладит всех грешников по головке, когда мы говорим о том, что Бог есть любовь, это о том, что Бог, дав, сотворив человека, ну, мы такие слова говорим, дав ему свободу, Бог просто сотворил человек по своему образу подобию, а Бог, любовь, свобода и бессмертие, Бог свобода, Он такой есть, и человек поэтому, все бытие свободное, и мы сами выбираем, как нам жить и куда нам идти, поэтому мы сказали свобода, мы сказали любовь, мы сказали свобода, мы сказали бессмертие, и все это в одном, это троица нераздельная, как любят православные, с католиками, с протестантами, это нераздельные сущности, поэтому Бог любит, но не может населком в рай затащить, но Он хочет, чтобы человек туда зашел, и Он нас ставит в разные ситуации, разделяет, чтобы мы покаялись, чтобы покаялся грешник, обратился и жив был, и это не только на этой земле, это во веки вечные так будет, меня накрывает отчаяние, ваше видео дали немного успокоения, но тут же мысли, а вдруг вы не правы, но я хочу, чтобы вы были правы, чтобы я была права, вот какая у меня гордыня, все должно быть так, как Бог хочет, а не как я хочу, нет, ну вот опять, да, вот мы сами в собственные, в капкан собственных лжемыслей попадаем, то есть, не как я, как Бог, но Бог тот, который мне почему-то какой-то проповедник лапши понавешал на уши, или библейский там Бог якобы какой-то, опять, хотя я сама Библию целиком ни разу не читала, от какого-то проповедника кусочки слышала, сама кусочками читала, и вот я противлюсь этому Богу, так это же ложь, Бог-то в тебе, истина-то в тебе, так может в тебе нет никакой гордыни, если ты хочешь следовать за собой, открывшись целиком истине, истина тебе говорит, Бог тебе внутри светом раскрывается, что вот то-то, то-то, то-то я, и ты вот так-то, вот так-то живи, и ты действительно противишься как раз этому свету, покоряясь внешнему какому-то бреду, вот ты вдумайся во все это, и все у тебя встанет на место, под это откроешься реально, но так, но это так страшно, простите, что написал вам это, я писал о многим людям, иногда это временно дает мне успокоение, но ненадолго, сейчас я еще в более-менее спокойном состоянии, но я боюсь умереть в любую секунду, ну, конечно, если боишься умереть, ты не веришь ни в любовь, ни в свободу, ни в бессмертие, я еще жду новостей с обязательной вакцинацией, а ты не жди их, живи спокойно, или еще с чем-то ужасным, ты не жди новостей о вакцинации, ты просто живи, а когда они будут, мы сделаем из этого свои все выводы, самое ужасное, что так хочется жить, это нормально, это не ужасно, это как раз вот нормально, что нормальному человеку хочется жить, представляешь, хочется жить, причем счастливо, благо бытие есть такое слово, ровно год назад я так же плакала, и мне до боли хотелось жить, но у меня словно отнимают жизнь, я еще могу, ты сама у себя ее отнимаешь, я тебе сразу скажу, я еще могу радоваться чему-то, и чем-то заниматься, но я постоянно в страхе, отчаянии, я близких людей довожу, они это все бредом считают, ну я согласен с ними, хотя наверняка они тоже грешники, но у тебя явный перекос, я чувствую себя иногда, заметь, вот когда я тебе говорю, я же не тычу тебе, я не обидеть тебя хочу, я просто говорю тебе правду со стороны, а почему, вот это любовь с моей стороны, любовь, потому что я желаю тебе счастья, и я знаю, что если ты освободишься от этого бреда, ты будешь счастлива, я поэтому, как это, не судите, только скажешь себе, что ты судишь, да я же тебе счастья желаю, ты же сама пишу, что ты несчастна, так освободись от этого, это и есть любовь, занимаются, но я постоянно в страхе, отчаянии, я близко к людям довожу, но это бреда шляп, я чувствую себя иногда, как загнанная крыса в угол, и начинаю бросаться на проповедников, крича о том, как вы можете жить с такой верой и хуля бога, ну не знаю, в каком виде, как ты на них бросаешься, на какого конкретно проповедника, реально ли он живет с неправильной великой, хуляет бога, это все частный случай, я не могу тебе здесь ничто прокомментировать, можно бросаться в хорошем опять смысле слова, говорить правду нужно друг друга, а что будет с клеветниками и хулителями Господа, все покаются в свое время, я так хочу, чтобы бог был такой, какой говорите вы, это не я говорю, бог такой и есть, а как относиться к большому количеству свидетельств, пребывавших в аду, ну мало ли где пребывал человек, я говорю, они будут там, где они заслуживают, ну и что, ну пребывали, да, о скотобойне, ты знаешь, если бы я, я на скотобойне ни разу не был, и проповедую, что это ад, я попасть туда не хочу, ни за какие, я никак туда вообще, для меня это ад уже, он вечен, нет, он есть, да, его люди устроили, если бы у животных была религия, человек там был бы сатаной, человек для животных сатана, вдумайся, что мы створим с животными, здесь то же самое, ну и что, что они в аду побывали, они достойны были этого видения, и попадания туда, бог их вразумил, что, ну и что, ну и что, он есть, и что люди туда попадают, которые достойны правильно, они же говорили, что они хорошие, а попали, и сразу все поняли, какие, они же попали туда же, к таким же, как они, то, что там дети сказки про чертей, ты знаешь, ну, бог со всеми разговаривает на том языке, почему и в библии, ты пойми, все, что в библии описано, описано конкретными людьми, и вот там многие люди были совсем недалекие, которые описывали бога, даже в библии, представляешь, есть такие книги, где люди недалекие, описывали бога, котлы там вот эти, да, черти жарят кого-то, сами черти жарят такие же, как они, зачем их жарить, а как и так, больше всего у меня уже считает, что к таким людям потом подходит Иисус, и он плачет за мучающихся людей, но ведь он может прекратить их мучения, он не может прекратить мучения тех, кто не хочет не мучиться, это я уже что раз сказал, почему, почему всемогущий бог не захочет прекратить, просто бог никого не будет посылать за то, что он папироску в 16 лет покурил, и в 17 умер, и будет жалеть его, говорит, ну ты, конечно, мне так жалко тебе, но ты будешь в аду, это бред, а тот, кто говорил, я убиваю, и это нормально, животных, да, или людей, но он попадет туда, где будет убивать его, здесь ты бог его силой одарил, никто не может с ним совладать, но он попадет в это еще жизни, может быть, в это, в другое тело, где будет слабеньким, и наоборот, попадет, люди в животных перерождаются, для того, чтобы вкусить все то зло, как и они делают животным, в людей, в таких же, он был сильным, попадает вплоть немощного, больного человека, и уже над ним издеваются, мучают и убивают, и человек догоняет, что он делал в прошлой жизни, так, зачем ему мучающие создания, пусть даже и такие бракованные, грешные, но он же бог, разве мы не можем быть на серьезе, разве мы можем быть на серьезе ему врагами, ну, врагами в том плане, в каком псевдо христиане проповедут, конечно, нет, что он кайфует, получается, он садист, от того, что мучает он, да, кто мы люди, чтобы на нас так гневался бог, ведь он выше всякого нашего разумения, и все они, все говорят, что бог вас так любит, но почему тогда говорят, вот, примите начертание, и уже не будет вам прощения, как бы вы не просили, дороги назад не будет, и ждет вас озеро огненное, только представьте, так, как там страшно, и нет, они не про явное начертание, а про вот такое, о котором не знаешь, через биометрию, и уже не знаю там про чипы, через тепловизоры, через камеры новых мобильных телефонов, через все эти FSID, ну, я говорю, ты можешь в это верить, верить в придуманные грехи, верить в придуманную святость, в недостижимую, да, которую только православные святые обладают, это которые всю жизнь в пещере просидели, да, правда, никому доброго дела не сделали, но ничего, они святы, они летали на небеса от молитвы, или там, на полметра от земли, да, вот это настоящий свят, это правда недостижимый, тебе не грозит, но ты просто плачь у батюшки под полотенчиком, что ты грешная, и все будет хорошо, где-то там на задворках райты будешь, ты можешь верить в это, и вот так вот жить всю жизнь, задаваться одними теми же вопросами по кругу, страдать, а можешь обрести счастье, причем, как я, тебе даю реальный путь, рабочий, стопроцентный, к познанию этого счастья, так, я так хочу жить спокойно и счастливо, ну, ты сама, вот, если хочешь, живи, никто тебе, кроме тебя самой, не мешает, я не знаю уже, как это вообще ощущать покой, мне тебя жалко, я желаю тебе счастье обрести, и говорю, как это возможно сделать, но, говорю, даже мои ролики другие, еще сто роликов ты моих послушаешь, если ты будешь противиться собственному счастью, Богу в душе своей, Бог, который есть любовь, свобода, бессмертие, ты никогда его не обретешь, никто тебе не поможет, ни я, никто, даже сам Бог, представляешь, иногда я ощущаю нечто такое, когда, вот, например, послушал вас или еще кого-то, кто говорит, как вы, или сама подумаю как-то, но мне кажется, что это прелестное состояние, и оно так проходящее, ну, не знаю, у меня уже это прелестное состояние 10 лет, и я счастлив, и планирую пребывать таким в вечности, я не хочу закончить суицидом, я не хочу мучиться в озере огненном, я не хочу, чтобы Бог был таким, я боюсь его, а как возлюбить того, кого боишься, до дрожи, до ужаса, я так надеюсь, что однажды мне кто-то поможет, и реальность окажется не такой жуткой, как я описала, я тебе отвечу, она не такая, простите, что так много вам написала, не прощаю тебя, потому что я тебе благодарен, прощать на тебе не за что, ты ничего плохого не сделала, наоборот, благодаря тебе, я записал такой лишь, всего лишь, это мой формат, краткие, два с половиной часа, я отвечал на твой, на твое сообщение, я надеюсь, оно кому-то принесет пользу, радость, и счастье, или блаженство, как хотите, много я уже сказал, уже нечего, наверное, добавлять, да, от себя только скажу, что всем я желаю вам того же, чего желал не раз сегодня, Юленьки, чтобы все вы обрели полноту познания истины, и в теории, и на практике, пока-пока, до встречи в следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok